Директор подкаста сегодня здесь. Так, ребята, я ваш новый продюсер. Начнем раскрутку. У нас там 30, 40, 50 тысяч просмотров в лучшем случае с этого выпуска. Мы начинаем финансовые вливания. Зовем Леона Эдвардса, и он, кстати, уже частично с нами. А если по-серьезки, то... Пока твои вливания ограничились лишь Леоном Эдвардсом. А сам понимаешь, там вливания много не надо. Да надо как? Он с ума садов не дерется в декабре. Ладно, короче, пацаны, девчонки, девчонки тоже есть. Есть, есть. Сегодня у нас будут итоги конкурса, и кто-то из вас, ребята, пойдет на бой Федора Емельяненко. Но это будет не в начале, не в конце, а где-то по центру запрятано. Так что вам придется посмотреть наш подкаст целиком, но он будет небольшой, поэтому это будет просто. Да, сегодня, к сожалению, логистически возникли некие проблемы, поэтому мы до двух часов должны уложиться. Но мы постараемся. Паша говорит, что мы обязаны это сделать. Мы уже несколько подкастов назад тоже обязаны были сделать, но они даже в три не уложились. Так что мы ничего не обещаем. Как будет, так будет. Мы сидим здесь и понятия не имеем, сколько будем разговаривать. Поэтому будем разговаривать столько, сколько захотим. Поехали. Давид. У меня вопрос такой. С вами Давид Богосарян и Олег Володин. Мы это не сказали. Вначале вдруг там есть новые люди, еще они в курсе. А, еще наш подкаст называется «БНГ ТВ» или «Больше не говори такие вещи». Это прямая расшифровка. Мне не нравится, что ты сначала остался переговорить. То есть первичное название как будто БНГ ТВ стало. Все наоборот, да? Ну ладно. Давай больше не говори такие вещи, которые можно расшифровать как БНГ ТВ. Наоборот, зашифровать тогда все. Да, да. Есть такое слово «аббревиатуировать»? Нет, думаю, как глагол это охреново использовать. А вдруг после меня будет? Давай начнем. Короче, вопрос такой. Вот были насыщенные выходные. Там было до хрена всего. Шлеменко. Почему я первым говорю «Шлеменко»? А знаете, там твой любимый боец дрался против Александра. Кто? Кто? Гусейнов. Он не мой. Тот самый. Это прикол, давай расскажи. Давай, давай. Я все время, мы же комментируем «Наше дело», и там есть такой патриарх, поп-эмммэйк Руслан Гусейнов. На бинтах, он же. Прозвище «На бинтах», но его наверняка все знают, кто за этим следит. И, в общем, я, когда комментирую, периодически называю его Артур Гусейнов, потому что я, у меня первичный Гусейнов в голове, это именно Артур Гусейнов. Ну, в общем, вот такая история. Забавно, но не более, да. В общем, Шлеменко Гусейнов, Исмаилов Минеев реванш, проклятый UFC, в котором было мало чего интересного. Белатар. Белатар. Вот все это прошло. Еще One Championship, мне кажется, можно объединить сюда же. Потому что... Я думал, ты за... Я хоть думал, я за мной это... Конечно! Это нужно заминать. Это был мощный турнир. Слушай, ну, по составу участников, по звездности, если брать этот вид спорта, он, я думаю, закрывает... Ну, сейчас, естественно, 50% звездности уже ушло. Я правильно понимаю? Мы позже об этом поговорим. Позже поговорим. Смотри, вот твои самые яркие впечатления вот такого насыщенного уикенда. Ну, конечно же, это бой Лед Дю Мон. Это самое крутое, что случилось в эти выходные. Да не, на самом деле UFC был откровенно. Он... Это не был плохой турнир. Там были классные бои. Бадгерела я до сих пор помню. Вот Джим Миллер как удивил. Но при этом... Вот когда такой тухлый конец, конечно, ощущение... Послевкусие говнющее остается, согласись. Прямо отдает, зараза. Ну, и на этом фоне... Я думаю, из-за того, что все соцсети наши были захвачены боем Минеев и Смаилов, это затмило все, в том числе и Шлеменко, в том числе и UFC. Беллатр где-то еще болтается из-за того, что там было несколько финишей. Болтается. Ну, болтается, болтается. Вот, болтается. А, и нокаут Петросяна? Это... Ну, это... Слушай, на самом деле это слабо освещено было, поэтому народ, в принципе, это не обсуждал. Но если брать мир кикбоксинга, то это, мне кажется, нечто сенсационное. Знаменательное событие. В плохом смысле слова, да. Короче, а спинлэп главное? Да нет, конечно. Ну, только что. Минеев и Смаилов прям. Я, кстати, так и не посмотрел, честно. Я видел фрагменты, потому что уйти от них никак не получилось, ибо весь инстаграм завален фрагментами этого боя. Поэтому я знаю, как он проходил. Мне он по-прежнему не очень интересен. Особенно меня расстроила речь Магомеда Исмаилова, когда он взял микрофон после поражения. Слушай, ну, после этого он же там уже... Какая разница? Отпрокомментировал все происходящие. Ну, смысл. А зачем тогда там говорить? А потому что в тот секунду... Мы с тобой много раз обсуждали. Ты всегда рациональный мысль. Чувак только что был без кислорода, лежал, и там 10 минут не мог прийти в себя после нокаута, и после того вот этого обезвоживания полного. Естественно, иногда... Ну, полежай в больничку тогда. Иногда люди в таком состоянии говорят не то, что они думают на самом деле, а потом отходят. Мы много раз с этим сталкивались, в том числе и в интервью с бойцами, которые к нам приходили. Они тоже объясняли, что после этого подразумевали совсем другое, так что... Ну, короче, не нужен мне. Не нужен так сильно. Ладно. Хорошо. Ты доволен результатом этого боя? Нет, лучше ты скажешь, что для тебя было важно. У меня есть несколько. Несколько. Важных событий? И, честно говоря, да, почти все это связано с турниром Fight Nights, как неудивительно. АМС Fight Nights. Первое. Это взвешивание головы Минеева. Я прям от души поржал. Смотрите, голый Дерек Льюиса, голый Минеев Олег. Слушай, и это знаменитая фотка, где он, значит, стоит, прикрывшись руками, а там кто-то фоткает. И в этой проекции, как нам показывают, там фоткают вес, но на самом деле так кажется, что они фоткают, значит, его все эти причиндалы. Просто, ну, серьезный же промоушен. Ты знаешь, тут смешно другое, что за 10 часов, до того, как фотография вот эта появилась, вышло вот это, ну, супер такое резонансное заявление, что промоушен потратил миллион долларов на организацию и венты. Да, естественно, в этом и смех. Да. Ну, конечно, странновато получилось. Это типа, знаешь, ширму придумали в 1900 году. Там, да, люди за год до этого, и Минеев стоит этот прикрытый. Вот. Потом пресс-конференция после боя. Ты видел вообще? Нет. Пять пацанов на лавочке сидят в центре клетки. Ну, это тоже, ну, это несерьезно просто. Ну, видимо, решили, что настолько душевный, братский получился турнир, что можно вот так вот по-пацански посидеть и обсудить. Ну, меня, кстати, это не смутило. Нет, меня не то чтобы это смутило, на мой взгляд, это просто забавно и смешно, и это вот прям врезалось мне в память. А мне, мне кажется, даже как-то, знаешь, я чуть-чуть проникся, поскольку мы к этому не привыкли и такого никогда не видели. И когда это увидел, я такой, ну, по-свойски так. Ну, то есть у меня не было такого, что что за хрень происходит. Хотя, когда я увидел голову Минеева, я так сказал. Но после турнира я, ну, так, удивился, но не в плохом смысле. Слушай, я не знаю, правда это или нет, я где-то прочитал, что крикнули «снимай» какому-то журналисту, а Минеев подумал «снимай трусы» и пошел и снял в итоге их. Я не настолько глубоко погружен. Вот, я просто не знаю, это я даже не видел и не слышал, я это где-то прочитал. Может, даже в каких-то комментах к постам, так что это может быть вполне неправдой. Так, перелистнем эту страницу, давай. Голую страницу долой. Кури Андерсон. Это прям сильно. Это очень сильно. Наверное, это самое сильное произошедшее на выходных все-таки. Я забыл про это. Самое удивительное. Самое. Ну, мы предполагали с тобой, что у Арина Андерсона больше шансов, да, по-моему, в том подкасте? Там очень многие шутят теперь над нами. Я сказал, типа, я отдаю предпочтение Андерсону, если нужно ставить деньги, я отдам предпочтение ему. Но нокаутом, я говорю, ну это слишком рискованно. И ты говоришь, нокаут, это бред полный. Они, типа, судят по бой с Джонни Уокером. А ведь получилось один в один, как звонок, копировать, ставить, да? Да, да, да. Именно так. Это прикольно, кстати, что именно так все произошло. Но я такого... Мне, на самом деле, этот бой напомнил, знаешь, чего? Это же то же самое, что Бейдера сделал с Федором. Очень похоже. Прямо практически идентичная ситуация с похожим таймингом по времени боя, да? Плюс-минус. С похожим ударом и с похожим потрясением. Плюс то было Гран-при. Правда, финал здесь, полуфинал. Ну, в разных весах, но все же. Слушай, очень-очень много пересечений, это классно. И вот пока мы сейчас с тобой это не обсудили, я даже не понимал, что это настолько. Это только что пришло мне в голову, и... Ну, это было неожиданно. Бейдера жаль. Что-то... Мне что-то кажется, что все-таки сказалась вот эта постоянная гонка. То он в тяжелом весе, то он в полутяжелом, сам не понимает, где драться. Еще же обидно, что он в Аризоне проиграл. Турнир был в Аризоне, а Бейдер учился там в универе. Он там тренируется и живет в Аризоне. Я уж не знаю, родился он там или нет. Но это, в общем, как считаю, второй родной штат. А может, и первый родной. Мне жаль Бейдера в целом, что у него очень резко карьера пошла под откос в Белике. Он очень быстро там стал суперкрутым и непобедимым. И все заговорили, что, ой, возможно, он в UFC не успел раскрыться. Вот сейчас только он. И тут один пояс, другой пояс, Грам-при. Он всех выносит. Мужиков, которые сильно здоровее, него выносят. Сюда спустился. В общем, смотрелся. Он очень так внушительно, впечатляющий. И я... Это один из тех случаев, когда ты, в принципе, рад за бойца, у которого что-то где-то не получилось. И вот здесь он смог, ну, как-то чуть-чуть собрать того, что, казалось бы, до этого не собрал, поскольку чуть-чуть, да, наверное, я симпатизировал ему. Особенно, когда с Рамблом он дрался в UFC. Прямо хотелось плакать просто. Думаю, ну, я за Рамблой болел. Я как бы кайфанул. Ты успел захотеть плакать, это было довольно быстро. Я настолько кайфанул с победой Рамбла. А-а-а. И также расстроился за Бейдера, поскольку, ну, обидно, когда тебя настолько... Ну, не унижают, но уничтожают. Ну, на самом деле, да. Я очень хорошо помню этот бой. И Бейдер прям с двух метров кинулся ему в ноги, как будто на колени встал. Грубо говоря, он сразу расписался в своем, не знаю, страхе, беспомощность и тем остальным. Типа, чувак, ты сильно бьешь, я бы не хотел. Давай вот так вот сделаем. Бей сверху. Я лежу. Было жаль его. На этом фоне Рамбл вообще убийцей казался. Ну, потом все поменялось. Ну, теперь немного жаль, что он хренак, и все у него исчезло в жизни. А Кори, Корин, наверное, рановато почувствовал себя всесильным. Господи, он и в UFC, я помню, почувствовал. Его начали ушатывать. Да, его начали ушатывать. Да, ну, короче. А Скотт Кокер сказал. Да, я знаю. Это ты слышал, да? Как ты к этому относишься? Что значит... Андерсон сам сказал, что я, если выиграю гран-при, буду самым крутым полутяжеловесом в мире. Мне кажется, он даже сейчас, я не помню точно, как звучала эта фраза, мне кажется, он даже сейчас намекнул, что типа я уже... Один из. Один из, да. Потом Скотт Кокер сказал, ну, естественно, я тоже считаю, что у нас такой престижный гран-при, у нас такие имена, он знаковый по всем статьям, и его победитель абсолютно справедливо будет считаться лучшим полутяжем в мире. Ну, то есть это либо Немков, либо Кориандерс. Да, теперь уже так, да. Ну, конечно, за этого поржал чемпион UFC в полутяжелом мессии Ян Бахханович. А мне очень понравилась его цитата. Он очень классно осадил. Очень классно. А можешь озвучить? Слушай, я ее даже сохранил. Я ее даже сохранил, а... Чтобы народ поржал. Как всегда, чехол-книжка, ребята. Сейчас, сейчас, дай-ка я... Чехол-книжка. Я ее сохранил и очень хотел зачитать. Вот у меня есть. А, ну все, супер, ребят, давай. Прямо, знаешь, дед осадил этих бунтарей там в детском саду. Таки, вы там играете в свои песочницы. Так, значит, постой. Значит, парень, который сбежал из UFC после того, как я отправил его спать и чуть не заставил его уйти в отставку, одержал пару побед во второй по значимости лиги и утверждает, что он лучший. Похоже, что я хорошенько тогда приложился. Неважно, побеждать там или нет, в этой игре есть уровни. Да, если бы мы выбирали... Нам же предлагали рубрики «Лучший трэш-ток», «Лучший панч» и так далее. Все вот в этом духе. Я думаю, что вот это лучший панч недели однозначно. Угу. Это было хорошо. В рамках недели Ян точно вырвался вперед. В трэш-ток-битве. И круто, слушай, на самом деле, потому что Блохович для меня не по годам, а в целом. Вот он как-то смотришь, мужик, как будто в бате тебе годится. А Кори Андерсон, ты скорее сравнишь с своим ровесником. И несмотря на то, что ну сколько у них разница в годах? Лет пять, наверное, между ними? Да, там побольше. Побольше. Семь, наверное. Лет семь. Блоховичу где-то тридцать девять, помню. По-моему, тридцать девять Блоховичу. И Андерсон 33 на 32 плюс-минус. Вот примерно в этом диапазоне, да. И поэтому вроде как не очень много, но так-то все равно. Ян у меня ассоциируется с каким-то мужиком, которого надо уважать, каким-то ветераном. А Кори Андерсон такой, типа выскочка, а-ля... Ну, не как, конечно, Джонни Уокер. Ну, в общем, в этом хочешь-не хочешь симпатизируешь старшему. И прикольно, когда старший, который обычно, ну, может где-то промолчать-замолчать, осаживает малого. Никаких оскорблений, никаких матерных выражений, никаких переходов на личности, на семью, на религию и так далее. Просто вот мужик такой встал, типа, я год ничего не говорил, а вот у меня есть что сказать. И прям на его. Это гораздо прикольнее, чем то, что он говорит обычно про Джонса, что он его там ждет, что-то еще, потому что это обычно... Джонс отдельная история, мне кажется, да? Ну, в общем... Ну что, давай этот Белатр-Трай обсудим, который вы, кстати, можете всегда посмотреть на Око Спорт. Фантастика. Директор подкаста в ударе. Так. Во-первых, Хендерсон проиграл. Три раунда проиграл, по мнению двух судей. И... Ну, как-то прям... Бренд Примус. Хорош. Мы же говорили об этом. И я говорил, что есть смысл заиграть Бенсона Хендерсона, но вот меня смущает, что он вообще непонятно, зачем дерется. У него нет какой-то мотивации. Он, когда понимает... Раньше, какой он был, да? Он делал все. Если он понимает, что он раунд проиграл, он в следующем раунде сделает все, чтобы этот раунд отыграть обратно. Сейчас вообще непонятно, что он делает. Да, он попытался в втором раунде. Еще отыграть проигранный первый, но... Я... Не в той... Ну, и, по-моему, надо заканчивать. Я понимаю, что сложно закончить, когда у тебя шестизначные гонорары за каждый бой. Да, и ты можешь очень комфортно существовать раз в полгода, проводя поединок. Там, в Коммейн-Ивенте. Ну, или там, в третьем по значимости. Ну, тем более, такой бой, где, ну... Скажем так, убийством, травмой мозга, чем-то еще им не угрожали. Примус не бьет сильно. Максимум мог Бенсон Хендерсон на болячку попасть. И то. Ну да. Ну и все, давай. Обидно просто. Берхамов. Берхамов очень круто подрался. Да, да, да. Я просто не могу... Мы его совсем... Не обсудили? Никак не отметили, не обсудили, да. Перед этим турниром? Нет. Поэтому надо после турнира... Он до сих пор не побежденный, хотя у него в рекорде, кстати, на Topology у него есть, по-моему, одно поражение, но вроде как я проверил, это в любительском было турнире, поэтому официально в профессионалах Берхамов до сих пор не побежден. Наконец-то он дебютировал, и будем надеяться, что он просто яркий, классный, он финишер, и он еще более-менее молодой, чтобы пытаться еще раскрыться. Так, а Порубченко твой? Да хватит, слушай. Будущий чем, говоришь? Я так... Мне кажется, я не играл, что он будущий чемп, я играл, что он как бы, он хорош. То есть, к нему надо присмотреться. Если я играл будущий чемп, все простите, кто на него бабки поставил, я... Я каюсь, ребят. Знаешь, может быть, ты сказал это мне, не под камеру, просто. Слушай, ну я может так просто, типа, знаешь, для красного словца, будущий чемп. Мне кажется, я говорил про Палмера, канадца будущий чемп, а не про Порубченко. Ну, ладно, в любом случае, Порубченко проиграл, и давай на этом не будем застрять внимание, поскольку, скорее всего, никто не ждет разговора о нем. Что там еще? Ну, Немкова нельзя не обсудить? Нельзя. Самое интересное, что мне понравилось из боя Немкова, когда его присадили на задницу в первом раунде, да, и он в интервью сказал, да, вообще ничего не было. Он говорит, я даже равновесие едва потерял. Но очень сложно верить бойцам, которые вот после того, как эмоции схлынули, они могут просто не помнить, что там было на самом деле. У нас же был вот такой, что... Да, Рамбл говорит, что даже не помнит, чтобы его там что-то роняли. Он говорит, я даже не понял, почему все спрашивают. И я понял только, когда пересмотрел повтор собственного боя. То есть у него не было ощущения, что его роняли там и чуть не усыпили. Это прямо в прямом эфире было. И он говорит, посмотри на экран, что ты думаешь, насколько ты был сильно потрясен. Он такой, оу, оу, что происходило. Вот, и с другой стороны, ну а как ему не верить? Он же был в клетке, а не мы, да? Нет, я думаю, что просто, ну, не нужно слишком буквально это воспринимать. И нужно все-таки делить на то, что в эти моменты, ну, вполне возможно, что мозг часть информации не сохранилась тупо из-за того, что он был в аварийном режиме, да? И, ну, может быть, он это говорит не для красного словца, а потому что реально эта часть стерлась у него из памяти. Из-за экстренного такого попадания. Скотт Кокер сказал, что он думал, что это конец. То есть ему, он сидел, естественно, в кейдж-сайде, там, близко, да? Там, ну, достаточно хорошо видно. И он говорит, что он был уверен, что все. Как бы все, сейчас будет все закончено. Бой закончен. Апсед года был бы, да? Ну, Скотт Кокер был уверен, да. Он прям сам в интервью это сказал. Ты, насколько знаешь, скорее всего, какой коэффициент был на Англикса? Блин. Просто интересно. На Немкова падал. Ну, смотри, я знаю, сколько было на Немкова. 1,3 был изначально. И падал, когда я последний раз смотрел, перед боем 1,18 был. Ну, а еще около 6 был, скорее всего. Не, около 6 вряд ли. Я просто могу сравниться, например, с текущими кайфами на Хукер-Махачев, где Махачев 1,18 и Хукер 6. А, ну, все. Плюс-минус там. Вот, видишь, ты хотя бы таким образом пристрастился уже, хотя бы коэффициент различаешь, да? Ну, я к тому, что... Ну, это был бы мощный апсет. Да. Чемпион снился. На коротком выявлении парень вышел, его толком никто не знает, но он не мешок, это факт. Он пятый номер рейтинга был. Так что нет, здесь все серьезно. Это было бы, наверное, приличнее и объяснимее, чем если бы Рамблу ушатал. Вот тот парень, который с ним дрался, я забыл, как его звали. Мы с тобой забыли и так не вспомнили. Да никто даже не смотрел. По видео показалось, что Немкову прям плохо. То есть он потрясен. То есть я не помню точно, но вот когда показывали повтор, было видно, что этот удар прям очень существенный, и он, конечно, не был близок к нокауту, но он был потрясен, это однозначно. То есть это чистый нокдаун. Но бывает такое, что сознание включается-выключается на одну секунду, и поэтому ты даже не помнишь, что было настолько все плохо. Просто закрыл глаза, открыл. Может такое быть, да. Ну все, в принципе. С Беликом, я думаю, хватит. Да, все очевидно. Мы ждем Немкова Андерсона. Интересная концовка. А, интересно, знаешь что? Что победил сейчас Кори Андерсон, но Райан Бейдер при этом остается чемпионом в тяжелом весе, и сейчас мы увидим как раз-таки его бой с Молдавским. Это все ускоряется. А когда? Ну, наверное, полгодик. А Бейдер скажет, там, а я вот, мне надо зажить, мне нужно потом еще вес поднабрать, и в итоге Молдавский год будет получиться проставить. Это лучше, чем если бы мы ждали финал Грам-при, и тогда бы к этому времени прибавилось бы еще время до финала Грам-при. Поэтому, типа, разница в 7 месяцев и в 10-11. Поэтому, ну, для Молдавского, кстати, плюс. А в целом, конечно, ну, такой себе. Все бы обсудили. Что-то в карте еще было, мне кажется. В Белике? Да. Нет, слушай, может и было, но... Нет, в Мэйне ничего такого не было. Нет, уже не припомню. Просто вот интересно, вот эти звезды, все говорят, да, посмотрите, Белик подписывает звезд, там, все, кто уходит из UFC недовольные, они находят свое счастье в Беллатр, и по большому за счету, да, Бейдер, все, Бенсен Хендерсон, все, Рори Макдональд, мы видели, что с ним стало. Мэтт Дмитрий, он уже не выступает. У меня есть пример, чтобы... Хороший. Резко поставить... Куре Андерсон? Нет. Мусаси? Нет. А кто? Крис Сайберг. Не ожидал? А ты хорош! Не ожидал? Это просто нокаутер. Но на самом деле... У Мусаси, мы попытаюсь понять, все-таки можно сказать, что у него гладкая карьера? Ну, в принципе, да, за исключением того боя, что... Он не просел. Ну, наверное, да. Но я думаю, что он был... С большей ответственностью подходил к боям, когда был все-таки в UFC. Когда вот он дошел до топ-5. Потому что в Белике... Ну, наверное, он уже сам понимает, что конкуренция не такая, как там. Не таких акул он уже ждет. Слушай, ну, та же самая ситуация с Бенсеном Хендерсон. Но он почему-то всем подряд проигрывает. А Мусаси нет. У него, по-моему, только одно поражение получается. Только Лавата. Только Лавата. Да, только Лавата. Ладно. Давай-ка поставим точку на Белике. Мы еще к нему вернемся, поскольку обсудим белоты, которые на этой неделе. И билетики разыграем. И билет кому-то уйдет. Ребят, даже... А, мы знаешь, что не сказали? Мы не сказали, по-моему, в том подказе, что два билета уходят. Ты сказал. Не волнуйся, я помню. Мы не сказали это во время объявления конкурса. Сказали в самом конце. Самый конце. Может, кто-то не дослушал. То есть кто-то вообще кайфанет страшно с друзьями, с любимой, с женой, с днем. Но мы-то уже знаем, кто кайфанет. Мы-то знаем, да. Да. А вам, мы скажем, чуть позже. UFC. Следующая глава нашего подкаста. Ты не понимаешь, я вот сейчас, помимо главного боя, вообще не помню, что там было. А, Джим Миллер помню. Подгерел, которого ты сам напомнил, в принципе, тоже вспомнил. Корнелоси помню, Манон Фьюро помню. Не надо, Фьюро можно. Астон Лед. Это, на самом деле, главное, что я хочу обсудить. Потом, может быть, еще накидаем каких-то мыслей. Давай. Ну, это дерьмище. Дерьмище. Ну, для меня... Прям страшное. Для меня это дерьмище такое же на вкус, как и Маккензи Дёрн. И я не оскорбляю сейчас. Подожди. Ни Астон Лед, ни Маккензи Дёрн. Уокер Сантос. Нет, ты не понял. Уокер Сантос, там было два бойца, не рыба, не мясо. Но в бою Родригес Дёрн и в бою Дюмон Лед только один боец был, не рыба, не мясо. Окей. Хорошо. Потому что объективно, что Норма Дюмон, что Марина Родригес, ну, легко расправились с угрозой, которую могли предоставить и что Маккензи Дёрн, что Аспен Лед. И по большому счету и та, и другая были без инициативными, без ключей к победе, без близости к реализации своих сильных сторон, поскольку ни у Лед не получалось ни хрена бороться с Дюмоном, ни у Дёрн не получались ни перевода ничего. И там только был этот эпизод в партере, ну, полтора эпизода в партере, если братья второй и четвертый раунды. Но по большому счету в стойках они одинаково хреново смотрелись. Ну, наверное, Лед еще хуже, давай так. У меня вот такой вопрос тогда в этой связи. Вот мне просто кажется, что все, что ждали от Маккензи Дёрн, она то и сделала. Просто люди думали, что у нее это получится чуть лучше, чем на самом деле она смогла реализовать. То есть она бежала вперед, она добиралась до клинча, пыталась перевести, просто не получилось. И там она стреляла ей в ответку, работая вторым номером. Собственно, этот бой так и прогнозировался. То есть если Маккензи Дёрн переведет, она, скорее всего, засубмитит. Если не переведет, значит Марина Родригес ушатает ее кучей ударов и, скорее всего, выиграет решение. Получился вот второй сценарий. Но в случае с Лед, она же не делала ничего. В принципе, картина была похожа. Есть Дюмон, который, как Родригес, работает в стойке, хороший джеб, на отходе там прессует. В принципе, только она и попадает, как и Родригес, только она и попадала. И Лед, как и Дёрн, вообще ничего не могли сделать в стойке, ни один удар не попадал. Все, либо мимо, либо просто они стукались лбом в удары соперника. И у Дёрн не получались переводы. Ну и у Лед, от которой мы ждали борьбу, даже намека на удачные переводы не было. Потому что, ну, видимо, она понимала, что ни сил не хватит, ни подойти не получается, ни раундов до хрена. И вот мы смотрим, раунд за раунд заканчивается, а борьбы как ни было, так и нет. Просто она не шла в ноги, как должен идти в ноги борец. Вот, то есть от Маккензи Дёрн она не борец, ты этого не ждешь. Но от Лед ждешь, и я ждал. Может, это, конечно, мои проблемы, что я ждал, но мне кажется, что очень многие ждали, не только я. В общем, в любом случае, бои похожи и одинаково паршивые. Ну, ты знаешь, я не скажу, что разочаровался в Дёрн или в Лед. Ну, потому что... Я разочаровался в Лед. В Дёрн нет. Ну, я примерно знал, на что способна Дёрн. Ну, да, к сожалению, вот так получилось. Но в Лед я теперь... Я просто не понимаю, что у нее. Мне кажется, у нее здесь проблемы. Как, знаешь, у Роуза Маюнас, которая в важных боях раньше все время сдувалась. Ну, тут надо тоже какую-то сделать скидку на другой вес. Хотя по весу она ладно. Ну, два года простое. Простой. Весогонка две недели назад. И, ну, прикинь, это все-таки стрессовая ситуация. Когда у тебя важный бой в карьере. Ты к нему подходишь. У тебя не получается подраться. У тебя трясутся все конечности. Наверное, ну, это действительно большой удар. И по организму, и по психологии, и всем остальному. И тут в последнюю секунду ей говорят, ну, вот, типа, тебя-таки подерись. И тут еще и главный бой, еще и пять раундов. Я, кстати, удивился, на самом деле. Потому что когда вот такое случается, ну, очень часто бойцы отказываются от трех раундов. Типа в пользу трех раундов, точнее, просят бой. А здесь она вот взяла, согласилась на дивизион выше. На большую дистанцию. При том, что Лэд не славится каким-то своим лютым кардио. Ну, в общем. Она же не выступала два года. У нее была травма. Я так понимаю, что ей нужно было просто во что бы то ни стало выступить. Проверить себя. Почувствовать, что это такое. Вернуться в клетку. И, в принципе, почувствовать себя снова бойцом. Неважно с кем. Неважно сколько раундов. Неважно в какой весовой категории. И, наверное, они с тренерами должны были эти риски все просчитать. То есть, если ты выходишь, у тебя ничего не получается. Ты проигрываешь. Да. Но при этом ты возвращаешь себе тонус. И через полгода, условно, если ты травм не получишь, ты выступаешь снова. У кого-нибудь выигрываешь. И ты снова топ. Ну, не знаю. Может быть, они так. Логика была такова. Но мы не знакомы лично с Аспен Лэд. Поэтому здесь сложно что-то как-то говорить, судить, рассуждать. Знаешь что? Я смотрю, лагерь разделился на две стороны по поводу действий тренеров. Да, я тоже хотел это обсудить. Это очень интересно. С одной стороны, прикольно, что тренер был настолько искренний и честный. Поскольку он не скрывал то, что он зол и то, что он не может от него добиться. И это прикольно, когда ты видишь, что это вот так вот, в открытую. Прямо при тебе какая-то драма. И тренер отчитывает своего подопечного и не понимает, почему он не получает никакого фидбэка на его слова. С другой стороны, объективно, то ли тренер недостаточно хорошо знает своего подопечного. Поскольку все-таки это, наверное, действительно какая-то внутренняя работа, когда тебя должны понимать с полуслова, а ты говоришь, и в ответ вообще ничего. Не думаю, что здесь только проблема Лэд. Наверное, проблема тренера есть, поскольку... Но это как с родительством. Если ты не можешь объяснить словами и начинаешь там давать только подзатыльники и избивать своего ребенка, то, наверное, дело в тебе. Как с... Ну, в общем, если ты не хочешь, чтобы твой сын был раз с Бартом Симпсоном, не будь Гамером Симпсоном. Мне кажется, тут вот такая двоякая штука. Это сработало против Яны Куницкой. Он ее разбудил перед третьим раундом. Это сработало. Значит, он знает ее. Меня другое волнует. Его заклеймили абьюзером уже. Серьезно. То есть люди там... Ну, в общем, кашу такую сбаламутили в соцсетях. То есть там реальный хейт идет в сторону этого мужика. Да как вы смеете? Как ты можешь говорить такие вещи про нее? Больше не говори такие вещи, если что. А он ничего плохого не говорил. Вот именно. Вот именно. Я думаю... Там вообще не было ни слова оскорблений. Одно дело, чтобы он не искал. Ты, значит, тварь, какого черта ничего не делаешь? Надо меньше со своим мужиком развлекаться накануне. Надо драться. Давай вперед. Ничего такого не было. Он говорил, что ты делаешь. Ты проигрываешь тренаж раундом. У него три раунда. У тебя ничего в ответ. Ну, типа... Ну, он был, конечно, недоволен. Но в целом он не оскорблял ее. Вот именно. И не было оскорблений. Да, он говорил с матом, с матерком. Да? И с вкраплением слов на F. Было-да-было? Да, было. Было-было. Но это не оскорбление. То есть он не обзывал ее. И это было направлено... Вся эта нецензурная брань, она была направлена не лично против Аспен Лед, а вот в отношении всей той ситуации, которая сложилась по итогам, там, я не знаю, третьего-четвертого раунда. Вот. И Даниэль Кармья, кстати, его защитил. Он даже сказал, что я бы хотел, чтобы такой тренер был в моем углу. Лора Санко. Вот что важно, женщина. Она говорит, я, может, конечно, привыкла к таким разговорам от Джеймса Крауса, типа, но ничего плохого в этом нет. И еще вопрос такой важный. То есть представь, что это была не Аспен Лед, а мужик. Это вообще все было в порядке. Вот именно. Они бы сейчас сказали, что-то пощечное было. Да, вы все вот эти за МНСП, вот эти все права, мы все должны быть одинаковые права, женщина-мужчина едины в этом плане. Знаешь, что на этом моменте нужно сделать? Просто показать, как Крис Сайберг за секунду до входа в клетку, когда ей просто лещи отвешивают злых. И она хочет просто ушатать своего тренера за это. Ну, если вдруг кто не видел, короче, Сайберг прямо за секунду до начала боя получает такие оплюхи от своего тренера, чтобы в ней проснулся, как она говорит, инстинкт убийцы, что по ее лицу видно, что он просто, если бы у нее был нож, она бы его зарезала в эту секунду. В общем, женщины всегда хотят быть наравне с мужчинами в единоборствах, в том числе в смешанных единоборствах. Это не, ну, как бы, это не исключение. Они хотят такие же гонорары, как у топовых мужиков-бойцов, да? Но... Ну, они сейчас уже приближаются. Да. Но если вы хотите так, то, к сожалению, нужно и такое терпеть. Ну, а что, разве я не прав? Заря ты эту тему поднял, заблокируют нас за это. Какая-нибудь модерация придет под YouTube, поднимает тему. На всякий случай тебя слышно все равно. Это шутка такая. Я знаю. Короче. Ну, ладно. Мы на самом деле поддерживаем феминизацию, это все круто. Нет. Ну, вот. Но YouTube, они не строгие беднасы. Не надо было их так называть. Ладно, в общем, давай ближе к делу. Слушай, ну вот наш чемпионат-подкаст-канал кому нужен? Ну, реально. Найдет сейчас кто-нибудь, кто жалоба напишет. Ладно, давай, короче, хватит угорать на эту тему. В общем, я считаю, что плохо, когда тренер не знает, что сказать, чтобы донести мысль. Но криминального я здесь ничего не увидел. То есть, чтобы сказать, что хейтить его, тоже не стоит. Вот. Ну, и, наверное, мы можем поставить точку на этом поединке. Мы уже все высосали. Последний вопрос. Дюмон сама сказала. Лед, девчонка здоровая. Хрен ли ей биться в легчайшем весе. Оставайся-ка ты в нашем, поскольку ты как мы в 66 кило. Ну, я понимаю, Дюмон. Да. Потому что если бы она сказала, оставайся в 135, ей бы сразу сказали. Так, ты что? Она же попросила временный пояс против холм. Бой за временный пояс против холм. Вот такой, блядь, полулегкий вес сейчас женский. Паш, здесь надо запикать. Да не надо, не надо, пусть будет. То есть, ты непонятный ноунейм, без рейтинга, побеждаешь девушку из другого дивизиона, которая ничего не делала на протяжении 25 минут, и просишь бой за временный пояс. И самое интересное, знаешь что? Что это, в принципе, имеет какую-то логику. В этой весовой категории свои правила. Тут интересно все. И Норма Дюмонт, и то, что временный пояс, и самое интересное, что соперница Холли Холм, которая... Ну, травмировалась только что. И она, в принципе, миллион раз уже дралась во всех дивизионных за все пояса. Да, да, и у нее больше поражений, чем побед в последних боях. Серьезно? Ну, насколько я помню, да. Ладно. Ну, Миллер, что там обсуждать? Да ничего обсуждать. Давай не будем высасывать. Ну, реально, здесь... Да здесь нечего. Ой, Ландвер, ладно, давай Ландвер. Знаешь почему? Потому что я же участвую в этом баттле. Так. Я выложил в сториз. Так. Типа, ну, шутку такую, что, типа, ребят, как там ваши ставочки? Как видите, у экспертов все под контролем. А у нас там одни крестики красные. Мы все обосрались. Так. И, значит, ты не представляешь, сколько десятков людей написали мне? Да было очевидно, что Нейт Ландвер победит. Да вы, типа, вообще не смыслите. У меня этот турнир зашел идеально. Я угадал все. Господи, никто не присылает никаких скринов. Я, как ставочник со стажем, могу сказать, что 90% из этих людей врут. Я так тоже делал. Не делайте так. Ну, на самом деле, угадать-то любой может. Ну, слушай, так на шару закинуть. Ландвер более именитый, чем Клейн, но, признаюсь честно, если бы мне нужно было поставить бабки, я бы в жизни не поставил на Нейта Ландвера. Поверь, там такие же люди. То есть, один из десяти, может, поставил, а все остальные... Да это было очевидно, что... Фьюро. Давай Фьюро обсудим. А, ладно, Роберт Семеев ограбление. Будем обсуждать? Ты знаешь, да, стоит. Это стоит обсудить. Я считаю, что справедливо было бы поставить 29-28 в пользу Эмеева. Да. Но я не буду материть судей, которые поставили 29-28 в пользу Роберса. Да не Роберса. Я их путаю. Леонер Эмберс. Они почему-то похожи на британцы, похожи по телосложению. Как я могу путать его на Эдвардса с кем-то? Как я могу путать его на Эдвардса? Я сумел найти лазейки, благодаря которым кто-то увидел 29-28 в пользу Роберса. Я не понимаю, какой бой Эмеев провел. Он, ну, сам виноват. Он виноват сам. Эмеев, возможно, не дожал, например, в третьем раунде, поскольку был уверен, что два первых он железобетонно забирает. И по-хорошему, два первых он железобетонно забирал. То есть сложно его осудить за этот бой, потому что, ну, да, люди ждут какого-то зрителя. Но он всегда же так дерется. Ну, типа, он вышел и показал тот бой, который вот это обычное. Ну, и в принципе, ну, должно было хватить. Особенно на контрасте с тем, что этот один из судья берет и все три раунда дает. Не, это полное дерьмище. Ты знаешь, по-моему, это опять Крис Либбл. Да, да, да. Этот человек откуда смотрит бои? И какие вообще? У меня иногда ощущение, что, знаешь, он путает. Он там у тебя на телефоне что-то смотрит, такой, знаешь, о-о-о-о, классно. А будет и здесь идет. Знаешь, и он потом оценивает то, что он на телефоне. Ну, невозможно за год столько странных решений от одного и того же судей. Очень странно, что сейчас произошло. Хочешь, посмотрим на его решения другие или нет? Мы уже смотрели. Ну, самое знаменитое его решение — это победа Фелдера над Дос Анисом, когда даже Фелдер такой стоит, типа, да, я выиграл. Причем мы с Олегом обычно в секунду, когда появляется ринг-анонсер и озвучивает, мы с Олегом, ну, друг к другу переглядываемся, поскольку у нас микрофоны включены, мы ничего не говорим, мы просто показываем пальцем. И мы, когда слушаем оценки, когда слышим третью оценку, мы сразу такие, о, победила, и вместе показываем пальцем. И когда слышим, значит, 3027, мы с Олегом такие, а, ну все, ММФ забрал, потому что, ну, третий раунд сложный был отдать ММФ, но можно было предположить, что, учитывая там равенство по ударам, и все нормально. Охренеть. Да, что можно было предположить, что теоретически вполне может быть. И когда мы слышим 3027, ну, типа, по первым двум раундам, ну, невозможно было представить, что точно все забирают Дэнни Робертс. И мы такие, ММФ точно такой, Дэнни Робертс. Да, это странно было. Чего? Да, ну так что... Ну, сечка, кстати, знатная, конечно. Очень. Я даже... Локоть это локоть. Я удивлен, что не было... Вот знаешь, как всегда в социальных сетях, типа, мы ограничили доступ к этому контенту, чтобы вас не шокировать. Я думаю, что в Инстаграме, скорее всего, это сейчас везде появится. Просто я в Инстаграме смотрел. Да? Да, и не было... Иногда немгновенно. Типа, ты выложил там через 10 часов после публикации, но... Но это жесткая фигня. Они там еще оттягивают ему кожу. Да, да, да. Я народ еще спрашиваю, а зачем оттягивать, типа, для видоса? Да, да, да. Я тоже сейчас задался этим образом. Сложно объяснить, почему. Я, кстати, знаешь, поскольку крупным планом снято, я не сразу понял, что это макушка. Угу. Выглядит, как борода или где-то там, знаешь, типа, подбородок, а потом... А, точно. Я вспомнил этот момент. Он шагает и встречает Амеев его чисто локтем. Причем я бы не сказал, чтобы прямо было кровище столько, насколько глубокий этот порез. Угу. То есть обычно из такого прямо заливают кровью. Ну, там немного было, по-моему, кажется. Ну, много, но мне почему-то кажется, это прям... Это не был бассейн, как вот помнишь? Ой, да. У кого это была сечка? У... У пиявки. У пиявки. У Чарльза Роса дрался против чувака с кличкой пиявкой, да. Еще раз, взрослый, с кем он дрался? Господи, я забыл кого-то. Ну, короче, Джонсон, Джонсон. Родригес стайл-трэд. Джексон или Джексон. Или Джонсон. Джексон. Джексон. Не будем проверять. Джексон, да. А, знаешь, что вы проговорили про нокауты? Ну, один из самых прикольных нокаутов в выходных прошлых от бойца нашего дела. Вы в Файт Найтс не видел? А-а-а, Шабудиль Магомедов. Да, шара, буллет, шара-пуля. Ну, короче, это офигенно было. Офигенно было. Я видел, я видел. Молодцы, Файт Найтс. Они вот сейчас активно работают со своими соцсетями. Они прямо после боя, там, в считанные чуть ли не минуты делают хайлайт с музыкой, с подборочкой. И это вообще сразу облетело все соцсети. Слушай, прости, говори. И это просто охрененно. Потому что, ну, как он его нокаутировал, как они смогли классный музон подобрать. То есть, это крутая работа промоушена, потому что в секунду люди, которые вообще несли оттоком за ММА, у меня выкладывали себя в историях, типа, зацените, что за огонь? Я только нифига себе. Там, бой час назад прошел, это уже в инстаграмах людей, которые, в принципе, не следят за ММА. Я думаю, что отлично работаю сам. Не буду говорить то, что хотел сказать. Почему? Ну, это бросит тень на руководителей промоушена. Не будем. Я похвалил, это на контрасте будешь мочить. Нет, да, не буду. Давай не будем. Там просто был как раз в соцсетях несколько прям косяков конкретных. Не буду говорить каких. Файднесс? Прям очень, да, знатных. Я не смотрю. Не понимаю, о чем ты считаешь. Да, я думаю, они такие мелкие, но вот для меня лично они были прям очень существенные, да. Ну, если ты не будешь говорить, тогда... Да, перелеснем эту страницу. Короче, остается Шлеменко и кикбоксинг. Ты хочешь? Блин, не очень. Смотри, я был в шоке, когда Гусейнов приехал, не сделал веса, начал говорить, что я не буду драться, если какие-то санкции вы ко мне примените. И я такой, типа, опа, а еще Шлеменко, ты видел? Такого злого Шлеменко, мне кажется, я давно не видел. Он не то, что... Хотя он может быть злой был, да? Он был очень злой. Я думаю, как эту эмоцию описать, наверное... Ну, это... Скажем так, Гусейнов сделал все, чтобы залезть к нему под кожу, да? И это сработало. Сработало. Но при этом в бою... Он рук сломал. Он с холодной головой. Он рук сломал. Он вроде сломал прям чуть не на первой же минуте. Руку. Да, в первом раунде, да. Он потом, знаешь, как оценивает этот бой. Мне понравилось его рассказ, что он говорит, я же не мальчик, чтобы меня это вывести на эмоции. Ну и в принципе по бою можно было сказать, что вот он тем самым Рубака, этим безбашен, но здесь не был. Он знал, что это в интересах Гусейнова и довольно расчетливо дрался. Ну и шансов не было у Гусейнова вообще. Ну это тоже правда. Ну я приколился с Гусейнова, который в принципе успел аудиторию обернуть против себя перед боем, да? Ну потому что там в принципе всеобщая масса сразу переметнулась на сторону Шлеменко, типа, учитывая, что над ним частенько прикалываются из-за вот этих реакций на реакцию, комментарий на реакцию. А что об этом думать? Здесь прямо единодушно все на фоне того, что сказал Гусейнов перед боем. Все-таки шторм вперед, Шлеменко. А после боя мне понравился прикол самого же Гусейна над самим собой, когда он сказал, что да ладно, типа, я просто энергетика перепил. Уже на это куча мемов, где у него лицо такое, знаешь, с клинчем. Потому что он реально в клинче сделает вражное лицо, поэтому... А я просто не помню. Ну в общем, в целом здорово, что все закончилось вот так вот, но что даже тот, кто вот сам понял, что погорячился, может быть, он так постарался немножечко снизить градус. Мне теперь нравятся потенциально бои Шлеменко, например, против Минеева. А вот это самый большой бой считается? Ну, Камегаджиев так считает. Ну, кстати, это можно... Ты понимаешь, это классно. Здесь вроде нет магии Исмаилова уже, но это все равно считают самым большим боем. И это прикольно. Да? А еще же люди шутили, не могу это не сказать. Наверняка все видели эти мемы, да? Что, типа, Шлеменко почему прижимался к Гусейнову? Он шептал ему на ухо мнение свое об этом бое. Я не видел этот шуток. Не видел? Не знаю, мне вообще-то... Меня это улыбнуло. Не, ну Шлеменко молодец. И, кстати, вот знаешь, что мы же предполагали, чем мог Хабиб замотивировать его, чтобы вообще подписать свою лигу на свой турнир. И вот теперь стало понятно, что UFC там не фигурировало вообще, поскольку самая популярная версия была, что, наверное, Хабиб может замолвить на него словечко? Слушай, я изначально... Хабиб не смог замолвить словечко за своих парней. Как он может замолвить словечко за Шлеменко? Слушай, а все-таки согласись, имя Шлеменко, его бэкграунд, его титулы, это все-таки весомее, чем ребята из команды Хабиба по большей части. Потому что у него есть крупные, ну, звезды, можно сказать, какие-то, да, но все равно не такого уровня. Поэтому одно дело, когда ты просишь за человека, кто прославился на российском уровне или что-то. А другое дело, когда ты, в принципе, вступаешься в речи о человеке, о котором мы уже говорили много лет, как о подписанте в UFC, о том, что у него там есть титулы, многократные бои с серьезными ребятами, типа там Мусаси, он смотрелся хорошо в том бою, да, и чемпионом Беллатора. Мне кажется, за такого замолвить словечко все-таки попроще. Хорошо, я возражу тебе таким образом. Зачем вообще нужно замолвить словечко за такого человека, который уже много лет на виду? В чем смысл? Потому что он много лет пытается попасть в UFC, и так явно есть непреодолимая какая-то стена. И учитывая, что у Хабиба все-таки максимально близкий контакт с президентом организации, наверное, это могло бы вызвать эффект, как, знаешь, как маленькая такая щепотка специй сверху. Ну, мне просто кажется, что если там такое непреодолимое препятствие, что человека с таким бэкграундом никак не могут в UFC взять, ну, значит, никто уже не поможет. Наверное, там что-то есть прям глубинное. Ну, короче, будет прикольнее, если вдруг Шлеменко получит шанс, о котором так долго ждет, но пока, короче, на это не приходится. Но бой с Минеевым, наверное, самая прикольная для меня перспектива в плане финансов. Я думаю, что это самый денежный бой, который можно устроить. Мне просто даже наплевать на вот эту вот сторону вопроса. Мне интересен бой... То есть вот я говорил, что мне не очень интересен бой Исмаилова с Минеевым, потому что это больше похоже на поп-ММА. Лично для меня так было. Меня могут захитить. Ну, в общем, все равно. Да, ну что, кто тебе захитит? Просто все думают, что я лукавлю. Типа, я пытаюсь набить себе цену и сделать так, чтобы меня обсуждали в комментариях, а мне реально этот бой был неинтересен. Ну, правда, вот так сложилось. А бой Шлеменко против Минеева мне почему-то очень интересен. Если он когда-нибудь случится. Короче, давай-ка мы сейчас поговорим про Исси. Я даже знаю, о чем. Я знаю, о чем мы поговорим. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Не про бои, не про турниры. Ну, этот инцидент бросился в глаза, наверное, всем. Он должен был. Да. Юсуф Раисов уже давно ищет себе какие-то интересные бои на фоне того, что он, в принципе, в ситуации как у Шлеменко, он тоже мечтает в UFC, тоже вроде как недалеко от того, чтобы это сделать, но как и с Вартаняном, как и со Шлеменко, у Раисова тоже чуть-чуть чего-то не хватает, чтобы там оказаться. И, кстати, жаль, потому что парень талантлив очень. Мне почему-то кажется, что здесь вопрос в визовых проблемах. Ты видишь, сколько российских бойцов не могут ее получить, сколько они слетают с турниров. И мне почему-то кажется, что в UFC просто решили нафига бодаться с этой проблемой. Давайте просто подождем. Сколько ждать, непонятно, правда. Или есть версия, что просто засили уже наших бойцов там, и поэтому они переживают, что надо ли столько подписывать. Ладно, короче, мы давай другое хотели обсудить. Мы хотели обсудить, что происходит в соцсетях ACA. И, получается, официальный аккаунт воюет со своими же бойцами. Да, там, получается, выложили анонс боя Резникова против Юсуфа Раисова, и Резников в социальных сетях написал в комментариях под этим анонсом, почему я об этом не знаю, и потом опять 5 плюс 5, я за такие деньги типа драться не буду. И в комментариях же, прям там целая ветка, разгорелся спор между Резниковым и официальным аккаунтом ACA. Да, ну это смех. Ну, смотри, есть две стороны. Одна меня смущает не в пользу ACA, одна смущает в пользу ACA. Так. Ты, наверное, удивлен, что есть что-то... Не, мне просто интересно, поэтому озвучивай. Ну, первая вещь, это, конечно, очень странно, что промоушен со социального аккаунта выясняет отношения со своим бойцом, причем, ну, там жестко довольно, да, с этой шуткой про здоровье. Проблема, да, они пишут про гонорары открыто там. Прямо там, в соцсетях, в комментариях. С одной стороны, в UFC такое представить невозможно, чтобы такое происходило. С другой, это, в принципе, похоже на политику UFC, когда до боя они подстегивают тем, что, ну, это начинает обсуждаться уже в СМИ, хотя еще никто не подписал контракты, как уже много раз было, типа, Коста-Канониры, таких примеров масса, да? И, в принципе, метод тот же. Выкладывают официальный анонс, и такое же было же с боями. Мы же не про анонс сейчас говорим. Мы говорим про сам факт того, что боец срется с промоушеном в комментариях к посту, понимаешь? Да. Это, конечно... Ты знаешь, на самом деле я бы не удивился ничему, если бы там не было вот этой истории с, ну, подколами про здоровье, типа, провериться, там, ну, помнишь, да? Да-да-да. Какая-нибудь формулировка точно, но только неприятно жесткая фигня. А в пользу ей сей что? В пользу ей сей, знаешь, что? То, что их боец сейчас качает права и требует за какой-то дополнительный бой какие-то деньги. Но вправе ли он это требовать, учитывая, что ты сам подписал контракт, не знаю, на четыре боя, допустим, с гонораром 5 плюс 5. Это была твоя рука, это были твои глаза, перед тобой лежит лист, где написано. Четыре следующих боя в нашей организации ты проведешь таким-то гонораром. Мы обязуемся, там, в течение, там, двух лет предложить тебе, там, шесть боев по такому-то гонорару. Ты берешь ручку, читаешь все это и подписываешь. Почему ты через бой говоришь, за этот бой я хочу 70 тысяч долларов, хотя ты подписал свою рукой, что у тебя гонора 5 плюс 5. Что поменялось? Да, твой уровень звездности вырос, потому что ты подрался с крутым бойцом, которого победил, и, конечно, ты можешь подумать, что, наверное, я теперь заслужил других денег. Но ты можешь только об этом подумать. Ты можешь попросить, но тебе вполне могут ответить отказом. Хорошо, в других промоушенах разве не так? В других промоушенах может произойти то же самое. Абсолютно. Да в UFC сплошь и рядом люди говорят, я не буду дарать. Эл Еквинта. Он каждые полгода это говорит. Джон Джонс. Вот он и не дерется. Собственно, вот два человека, которые мне тут же пришли на ум. И это люди из топ-15. Ну и разница знаешь в чем? То, что Джон Джонс это суперкрутой чувак. А Эл Еквинта просто уже пару лет не бьется и вполне мог еще пару лет не биться. Ты сидел бы, не знаю, просто в таком ли статусе резников? Ну он в статусе чемпиона организации. То есть, смотри, со скидкой на уровень организации, наверное, в точно таком же он статусе. Но при этом в контракте же не подразумевается, что тебе должны переписать контракт, если бы видишь готового бойца. Я, кстати, не на стороне резникова в этом плане. Более того, тебе предлагают бои, он говорит, реванш мне неинтересен. Но по большому счету эта лига решает, какой бой их матчмейкерам интересен. Если ты чемпион, да. Ну в смысле, в любом случае, ни один контракт ни одной лиги мира не подразумевает то, что боец будет выбирать себе соперников и решать, с кем он берется. Контракт точно не подразумевает. Это как бы звездный статус бойца иногда подразумевает. Может повлиять на то, что твое слово будет тоже цениться на переговорах. Но то, что это не подразумевается, это точно. Поэтому, в принципе, я на стороне ACA. У них есть парень, который обязан выходить на бои, у которого есть определенные условия. Вот тебе бой, дерись. Я думаю, может, они перепутали и пытались в личке с ним попереписываться. Не-не. В общем, в целом, я на стороне... Я на стороне ACA глобально, поскольку считаю, что... Но мне, конечно, бросается в глаза вот такой метод ведения переговоров. Если эта ситуация разрешится в пользу Резникова, ты представляешь какой-то прецедент? То есть на контракте у ACA там, ну сколько, 300 бойцов? Наверное, где-то так. И все теоретически могут точно так же встать в позу и сказать, ой, меня не устраивает там 2000 плюс 2000. Я считаю, что я заслуживаю большего. А давайте-ка мне повысим, ведь я в топ-10 вашего рейтинга. Но я думаю, что все-таки это невозможно, чтобы все разрешилось в пользу Резникова. Но это маловероятно. Да. Потому что, во-первых, Кавказская лига со своими правилами и всем остальным вряд ли они сейчас ни с того ни с сего решат. Ну, все-таки он прав. Держи 50 тысяч баксов сверху и выходи на бой. И для него, видишь, проблема, талантливый ведь боец. И простаивает, да. И простаивает. И он в безвыходной ситуации. То есть, если ничего в его пользу не разрешится, его же никто не отпустит. Мне почему-то кажется, что там в позу встанут просто. И есть вероятность, что там вообще срока давности нет у этого договора. Ну, я думаю, что у любого договора должен быть. Ну да, по идее есть, есть. Да, там количество боев или... Он же тоже не дурак. Если бы там не было срока давности, получается, он их раб до конца своей жизни. Они могли просто, ну типа, до 50 лет его мариновать. Ну нет, там же бывает такое, что мы обязаны предложить тебе один бой условно в год. Типа, с нашей стороны есть такое обязательство. И у него, например, 4 боя. То есть, он на 4 года связан. А 4 года простое, это ой-ой-ой, как много. Ну, только они и могут его дальше содержать, да? Вот. Либо он соглашается на те 5 плюс 5. Или я не знаю, какие там договоренности. Но, судя по всему, ни для кого это уже не секрет, что у него договор на 5 плюс 5. Либо он простаивает. Видимо, простаивает. Просто по нынешним меркам 5 плюс 5 для чемпиона лиги, которые, на мой взгляд, входят в топ-5 в мире, как минимум в топ-5. Может быть, даже и выше. Это, конечно... Да не учитывая то, что он не подписал этот контракт в качестве статуса чемпиона. Когда эти 4 боя закончатся, я думаю, он переподпишет на совершенно других условиях. Вот. Но к моменту, когда он подписывал этот контракт на такой гонорар, он был все-таки никому неизвестный парень, у которого мало шансов стать чемпионом. Ну или там есть потенциал, и мог в лучшем случае. Значит, опростоволосился менеджер. Это как Нейт Диас до боя с Конором и Грегором получал 20 плюс 20, или сколько там, да? И при том, что у него там был бэкграунд в десяток боев, участие там. Ну, короче... Поэтому надо прописывать в контракте, что в случае, если боец завоевывает чемпионский пояс, понятно, что это маловероятно. Но, кстати, вот профессионального менеджера высокого уровня отличает, наверное, от непрофессионального, что он такие нюансы просчитывает. Я думаю, что в UFC ни один боец не подписывался на такую историю с тем, что у него там определенный гонорар, и типа сразу пишут, если я стану чемпионом, мне гонорар увеличивается в 10 раз. А зато, кстати, в Белике история есть очень популярная, ее Виталий Минаков рассказывал, что когда ты становишься чемпионом в Белике и защищаешь пояс один раз, например, то твой контракт автоматически пролонгируется на энное количество боев. Ну, в UFC уж то же самое. Ну, я просто не знаю, у всех ли так. Ну, вот у Виталия Минакова так было. В UFC точно, да, пролонгация такая же автоматическая? Это для того, чтобы чемпи не мог уйти? Я понимаю, но это своеобразная форма рабства. Потому что, смотри, они заинтересованы в том, чтобы человек не стал чемпионом, и сразу не ушел, например, в другую лигу на огромные гонорары. Потому что, значит, он остается чемпион, так чемпион, сиди, так сиди. И хочешь уйти, оставляй пояс, проигрывай специально, договаривайся с промоушеном. В общем, много у него. Нет, в этом и проблема. Что у тебя идет пролонгация, если ты потерял пояс, пролонгация остается. Да, да. Но там ограниченное количество боев. Если ты продолжаешь, в смысле, защищать пояс, у тебя все время будет продляться. Да. А если проиграл, то все. Получается, надо отбиться вот эти там три боя, или сколько остается там, пока... При гейме вот кабальные же условия, если честно. Я не могу сказать. Слушай, никогда не было ситуации, когда это там вредило мне и моей репутации. Я понимаю, почему UFC так делает. Но можно ли назвать это кабальными условиями? Я просто смотрю на чемпов. Все чемпы шикарно зарабатывают. Там почти львиная доля чемпионов. Сейчас на гонораре полляма обязательных без pay-per-view. Причем включая женщин-чемпионов. И Нунис примерно столько получает. И Волкановский, и Адесания, и Джонс получал. И Блохович сейчас плюс-минус. Там 400, 500, 600. В этом деле... У Нунис, полный 600 был за последний бой. Там конские бабки относительно всего остального мира ММА. Слушай, на Нунис сейчас почти все женские бои держат в UFC. Ну, если честно. Два дивизиона как минимум на ней держатся. Шевченко точно 400 плюс получала, да, по вот этим выплатам, которые нам известны. Это без pay-per-view. То есть, в принципе, ты говоришь, кабальные условия. Ну, они все живут так, как... Ни один из нынешних чемпионов UFC не хотел бы уйти в другую организацию. Поэтому, думаю, там никто не жалуется на жизнь. Зато Куре Андерсон говорит, что за два боя в Беллатор он заработал больше, чем за всю свою карьеру в UFC. Но я думаю, что они лукавят. Есть такая вероятность. И она весьма высока. Весьма высока. Давай дальше. А, у нас-то скандалов до хрена на этой неделе было. Скандалы? Я просто не знаю, будем ли мы обсуждать. Ну, Джон Джонс... Ну, его выгнали из зала. А мы не говорили еще, да? Нет, а потом закусился он с журналисткой, которая написала про то, что его дети видели, как Джон Джонс ударил свою... Гражданская жена — это не то же самое, что принято подразумевать. Ну... Если вы живете вместе, это не гражданский брак, это сожительство. Гражданский брак... Ну, они используют формулировку «невеста». Ну, окей, да. Там, на ком он собирается пожениться. Прикол с этой тоже невестой. Он с ней встречается чуть ли не со школьных времен. Потом он уехал из своего родного штата, где он учился в школе. В Айову, где они с Колби Ковингтоном учились и вместе жили. Мы не обсуждали это в прошлом месяце? А, не знаю. Ну, там он сделал ребенка с другой женщиной. Во всяком случае, так пишут. И потом вернулся обратно и сошелся с этой. Я уж не знаю, он ей сказал или нет. Это хейтеры могут писать. Колби Ковингтон мог накатать эту статью. Кстати, я читал мне еще до того, как Колби Ковингтон начал об этом говорить. Знаешь, я читал это для статьи «Как закалялись кости». Которую я уже рекомендую. «Как закалялись кости» ребята про Джонса. Отличная древняя статья от Олега. Так вот. И это, конечно, конец. Если Майк Винклджон говорит, что типа «я устал», это неуправляемый совершенно персонаж. Ему надо взяться за ум и бросить пить. Наверное, нужно что-то делать. С одной стороны, наверное, это самая такая мощная, бодрящая твою жизнь ситуация. Потому что, видишь, они много раз с этим сталкивались. И каждый раз, я так понимаю, Винклджон и Грэг Джексон, они не то, чтобы лояльно относились, пытались словами объяснить. Но вот так, чтобы уйти от него, такого не было ни разу. И я-то понял, какие-то тренеры все-таки с ним останутся. Судя по-моему, что он говорит, что спасибо тем, кто останется со мной дальше. Ну, может быть, кто-то там против из подготовки. Он в гараже там продолжает тренироваться вроде? Ну, значит, кто-то к нему будет приходить из зала, поскольку... Ну, я не думаю, что Майк Винклджон может сказать всем своим подопечным или кому-то еще, типа, все, к нему не ходите, с ним не общайтесь. Он может высказать там позицию зала, и, наверное, кто-то там одиночно останется. А мне кажется, что здесь проблема не в том, что Майк Винклджон отказался от Джона Джонса. Мне кажется, он сказал, типа, в зал можешь больше не приходить. То есть тебе здесь не рады. Ну, да. И это не значит, что тренеры, как ты правильно сказал, это не значит, что тренеры не могут работать с Джоном Джонсом. Другой за другой там, ну, и спокойно кто-то может одиночно ходить там и с Джонсом в гараже у него тренироваться. Ну, и я говорю про то, что Майк против, потому что понимаешь, что с ним бороться бесполезно, и есть у него пагубные привычки, но, может быть, это как раз будет тем, то есть он сам сказал Джонсу, что это первый раз в жизни, когда я действительно решил полностью завязать с алкоголем. То есть он до этого много раз говорил, что хочет, но, может быть, в этот раз действительно он, он говорит, первый раз полностью захотел. Веришь, да? Да и хочется верить в лучшее всегда. Мне вообще такого не бывает. Знаешь, с возрастом, чем старше становишься, тем дальше ты отходишь от позиции вот этого юношеского максимализма. Когда тебе 19, 20, 22 года, ты точно знаешь, что черное, что белое. Ты говоришь, сраный наркоман, там, знаешь, алкоголик гребаный, там, я бы так никогда не поступил. Он убийца, бьет женщину. И вот чем старше, тем больше ты понимаешь, что нельзя никого судить, нельзя никого, скажем так, клеймить и все остальное. И для меня уже давно все размыто, и я никогда не возьмусь так вот, типа, знаешь, однобока точно с плеча рубить сразу топором. Поэтому хочется верить, что Джонс станет лучше. Слишком много нюансов. Много. Понимаешь, я бы верил, что Джонс станет лучше, если бы он три года назад не вытворял то же самое. Два года назад, год назад, полгода назад, три месяца назад. То же самое могу про Конора Макгрегора сказать. Давай, Господи. Я бы очень хотел, чтобы Джон Джонс вернулся. И мне бы очень хотелось, чтобы вот вся эта ситуация была только дополнительной мотивацией для него. А это возможно, на самом-то деле. Если так случится, и он все-таки наберет нужный вес, вернется в тяжелый вес. Вернется, Господи. Наконец-то. Вернется в октагон в качестве тяжеловеса. Вот так. Подерется, да с кем угодно из тяжелого веса завоюет титульный шанс. И подерется потом с победителем пары Фрэнсис Нгану, Сериль Ган. Либо сразу с победителем пары без промежуточного поединка. Да я только рад буду. Тяжелый вес расцветет. Просто велики ли шансы, что Джон Джонс исправится и станет на путь истинный? Очень невелики. У меня в голове есть сценарий происходящего. Это прозвучит странно, но я вот представляю себе так, и мне почему-то кажется, что вот так и будет. Джонс реально сейчас полностью перестраивает свою жизнь. Реально становится хорошим парнем, как обещал. Перестает бухать, пить. Не может пока найти язык условно с Винкл Джоном. И решает, что я, вопреки всему, с другой командой. И он становится круче. Мы видим у него шикарная форма. Он меняется, он набирает вес. Он говорит, я перехожу в тяжелый вес. Ему тут же дают титульник, поскольку все, это новый Джонс. Все промо гласят, это изменение, реинкарнация Джона Джонса. Вы все офигеете. Он выходит на бой с условным Нгану и падает с первой точка в накану. Ты знаешь, у меня была такая мысль. Но не насчет Нгану и титульника, а вообще любого боя в тяжелом весе. То есть условный там Степен Меочич. Ну я не знаю, я не вижу реально много вариантов в тяжелом весе, чтобы он пришел и сказал, да, вот этот бой мне подходит. Это реально Степен Меочич и это либо Нган, либо Ган, кто будет чемпионом на тот момент. Я думаю, что Джонс будет выторговывать титульник. Это логично. На всякий случай, чтобы не рискнуть не с чемпионом. Поскольку когда ты проигрываешь чемпу не в своем весе, это не зашквар. Попытал счастье, великий в другой категории, рванул. Ну ты не стал от этого каким-то отбросом. А когда ты вышел и побился даже не с чемпом и все равно отлетел, тень какая-то такая остается. Но вот этот сценарий, который ты сказал, я его тоже прокручивал в голове. И я такой думаю, блин, вот будет обидно, если так произойдет. Мне вот кажется, так и будет. Причем вроде все получится, картина практически сложится, идеальный сценарий для фильма. Не хватит только концовки. И вот тут будет ладо. Потом реванш, он опять упадет. Не, не надо, давай. Я надеюсь, что он этому закончится, если вдруг так случится. У него достаточно долг уже бойцовский век. И сколько бы летом и ни было, вот этот износ организма, то через что ты прошел, оно дает о себе знать. Это даже не всегда физически, это может быть и в голове. Усталость. Усталость просто моральная, отсутствие мотивации какой-то. Это кажется со стороны, да, людям, которые ничего не добились в этой жизни, им кажется, что что, сложно что ли, живи вот этой потрясающей жизнью, выходи на титульный бой, побеждай. А это... Цвет софи. Да, да. А это преодоление себя совершенно невероятное после каждой титульной победы. Ты практически заново вынужден... То есть ты умираешь как спортсмен и потом должен возродить себя. А учитывая, что ты проходишь каждый раз, это цикл, который тебя изводит эмоционально и физически с тем, что тебе нужно готовиться с этим мандраж, волнение, тревоги, все остальное, ты подходишь, в последнюю неделю тебя уничтожает твоя весогонка, это психологически давит, организм истощается, в последнюю секунду думаешь, ничего не получится, потом все-таки получается. Это выгорание, мягко говоря. И ты каждый раз, ты, грубо говоря, проживаешь эту жизнь, как день 40-ка. И, не знаю, ну, есть бойцы, которые давно уже без огня в глазах именно из-за этого. И они там вынуждены где-то дерутся, где-то что-то еще. И вот представь, среднее там правление чемпиона, ну, я не знаю, ну, сколько, ну, 2-3 года, да, у кого-то. Может быть, побольше у кого-то. У Джонса 10 лет. Он 10 лет через это проходит. Ну, наверное, надо сделать скидку на то, что в последние годы... Не проходит? Не, слишком редко он оказывается в целом в этих ситуациях. Но можно понять, почему ему это уже сточертело. 15 титульников за спиной, у кого еще столько было. Да ни у кого. В этом и проблема. Ладно. Следующий скандал. Ну, ладно, по скандалам пойдем. Я хочу обсудить один скандал. Давай, давай. Он очень рожачный. Давай. Дилан Деннис. Ты видел это? Где он интервью дал? Да, да, да. Конечно видел. Это реально ржака. На самом деле, ты как думаешь, есть ли хоть... Есть, есть. Сантиметр правды, знаешь? Абсолютно точно там есть часть того, что он говорит, это правда. Я могу объяснить, почему я не считаю, что он наговорил бред, хотя со стороны это выглядит просто как бред с машиной, поскольку у нас уже была другая версия, где охранник говорит, что он типа сказал, а тут дерзил, что-то там хотел драться, гуглил себя, и я его там задушил. И вот когда читаешь эту историю, ты понимаешь, что... А он не врет, потому что Дилан Деннис описывает, а я забыл, почему я считал, что у него... Но в целом, в целом, у него характер такой, что можно поверить в историю от охранника, что он там пришел на пафосе, каком-то что-то еще, а он сейчас рассказал историю спокойного плюшевого медведя. Истина, как всегда, она где-то посередине, да, да. Поэтому я и говорю, что часть того, что Дилан Деннис наговорил, чистая правда, я прям уверен в этом. Если вдруг вы не видели, то Дилан Деннис рассказывает, что, значит, его окружило там чуть ли не 9 человек, они там что-то начали его качать, один из них бил ему щелбаны там по лбу, а Дилан Деннис вообще не при делах говорит, да мне надо просто потусоваться с друзьями, он вообще не хотел идти в это заведение, они шли со свадьбы, и типа по дороге был только этот бар. Он хотел уехать в какую-то секунду, но типа такси было ждать слишком долго, хотел там подождать на веранде, они там продолжили над ним издеваться. И в общем, один на него набросился, другой, потом задушил третий вообще. Который представился полицейским. Да, это, конечно, самое ржакое, что он говорит, я не сопротивлялся, потому что думал, что меня душит полицейский. Может, он сказал, типа, вы будете арестованы. Типа, не сопротивляйся, да, ты арестовываешься. Но на самом деле в этих словах есть доля правды, поскольку в Штатах тебе реально лучше не сопротивляться, если тебя арестуют. Ты тоже, видишь, вот эта система есть, когда тебя останавливают, ты кладешь руки на руль и не двигаешься вообще, не рыпаешься никуда. У тебя просто могут пристрелить тупо из-за того, что... Ну, полицейский посчитал, что есть какая-то опасность. Тем более в последние годы, я думаю, это вообще не редкость. Блин, там есть такие маразматичные случаи, что меня аж трясет, ну, очень резонансно. Ну, не знаю, когда девочка... Когда чувак приехал по вызову в дом, и он ошибся, по-моему, в дом и пошел в соседний. Не там, где реально происходило какой-то шум или что-то еще, а в этом доме мама вышла в магазин и оставила там ребенка, по-моему. И, грубо говоря, он зашел, и то ли ребенок открыл дверь, то ли что, он в темноте, не понял, что происходит, и на всякий случай расстрелял ребенка. А ребенку было там лет 8-9. На все эти случаи. Да, потому что он посчитал, что есть какая-то опасность. Угроза. Ну, в таких случаях в полу, на самом деле, когда... И там ребенок, по-моему, ну, типа, ты же должен вообще не двигаться, когда тебе сказали, а ребенок хотел то ли руки поднять. Ну, там какая-то такая идиотская ситуация, то есть там даже невозможно было подумать, что этот ребенок... Он говорит там ребенку условно стоять, а малыш там 10 лет не было. Он просто растерялся, не знал, и начал двигать руками, и он на всякий случай выпалил. Потому что там не один патрон, а он все обойму высадил в ребенку. Там 10 патронов. Ну, для верности. Ну, вот это вот, конечно, такое... Поэтому, когда Дилан Деннис говорит, что, типа, решил, что его душит коп, поэтому не сопротивлялся, ну, это объяснимо. Ну, потому что если тебя душит коп, ну, его нахер лучше не сопротивляйся. Меня больше всего позабавило. Он там говорит, я показал им документы, но сказала, ребят, я приехал на свадьбу фотографироваться, поэтому у меня нет кошелька. Я не понял вообще логики здесь. Потому что, наверное, он имел в виду, что кошелек бы торчал, может быть, из кармана или что-то еще, а в кошельке было вот это ID и все остальное. Ну, он говорит, что я вроде как показал им ID. А я так... Слушай, я на самом деле тоже сначала подумал, что какая-то дичь. Но он же объясняет, что он в телефоне, типа, искал. И, видимо, он имел в виду, что он показал в телефоне свой ID. Фото. Да. У него не было документов, но они просили его показать. И он показал ID в телефоне. А эти начали стебаться, типа, он себя гуглил в Википедии или что-то еще. А он, видимо, просто открыл там сохраненных или где-то еще показал, что... То есть, в принципе, ну, он не... Теперь все сошлось. Не идетскую историю рассказывает. Там еще, да, нужно это в оригинале, честно говоря, послушать. Потому что я в переводе читал. Там могли ошибиться в каком-то моменте. Да. Ну, короче, честно, до этого было вообще его не жаль. И казалось, что он, ну, какой-то неадекват, олигофрэн и все остальное. Я вот это прочитал, появилась такая щепотка, ну, не то чтобы жалости, но как будто бы я чуть-чуть проникся к этому. Есть такое. Даже, ну, мне жаль, что из него вот в предыдущие уже разы начали раздувать какого-то клоуна, дебилойда и посмешище. Потому что сейчас, ну, он выглядит вполне адекватно. И как ни странно, он дал интервью в таком стиле, в котором никогда ничего не говорил. Без попыток кого-то там обосрать, хайпануть. Он реально просто вот искренне рассказал, ребята, мне не повезло, потому-потому-потому. На самом деле, да. Давай последняя скандальная тема, поскольку, ну, слишком много в этом время посвящаем двойной, двойной удар. Давай. У Хабиба двойной удар один из моих самых любимых фильмов с Жан-Клодом Ван Дамомом. Пум! У нас два ангела-хранителя подкаста. Подожди. Это Леон и Жан-Клод Ван Дам. Подожди, все, третьего нет? Паша. Паша третий, да, да. Ты святая троечка. Короче, Хабиб или Коннор. Осказавшись перед Бусином. Ты предлагаешь мне сделать выбор, с чего начать или за кого я? Не-не-не, ну ладно, давай какую пью тему. Мне абсолютно не нравится ни тот поступок, ни другой. Я бы это не взял, но они-то опять спросят, пацаны, а что вы не взяли эти темы? Я не хочу это долго мусорить. Давай, коротко, про Коннор просто вообще ничего говорить. Нахлобучил какого-то диджея просто так, ни с того ни с сего. Слушай, ну тут, по-моему, диагноз уже надо ставить просто. Слушай, мне приколола фраза Биспинг об этом всем. Ну, потому что, слушай, ну я что-то много раз говорю, слушай сегодня, да? Ну ничего. Обычный я. А я говорю, давай так обычно. Давай так. А ты скажи, слушай. Слушай. В принципе, учитывая то, кого он нахлобучил, в словах Биспинга очень много правды. Потому что, ну машин Ганкелли вообще не боец, да? Так он на него и хлобучил ему. Ну, пытался. Он прыгнул на него. Ты видал там фото с этим летящим стаканом? Кстати, очень крутой фото получалось, да? Прямо обложка. Это кусок из форсажа, где Дуэн Джонсон и Джейсон Стэдка прыгают друг на друга. Вот он так же с этим стаканом там залетает. Это при том, что у него колено повреждено. И он с этим стаканом летит. Офигенно. Ладно, нахлобучил. У него даже фотки такие у Конора. Да? То есть он настолько вот это классий. Патогеничный. Классий. В порядке парень во всех смыслах. Да? Ну смотри, машин Ганкелли, старик в баре. Кто там еще был? Я уже забыл. Ну вот этот диджей. Диджей теперь. Ну у кого-то он, я помню, он, ну женщина какая-то. Я очень угорал, сегодня видел мем в англоязычном пространстве. Скорее всего, он сейчас адаптирует мем с каким-нибудь на русский лад. Они всегда все адаптируют. Сейчас же этот хайповый «Игра в кальмары» сериал. Ты видел этот мемчик? Нет? С Конором? С мужиком? Да. С дедом, который сидит в гуглу? Нет, тогда не видел. Фотка такая. Ну там же, помнишь, это первая игра, которую они играют в «Игра в кальмарах», где этот «Тише едет, ты будешь, она поворачивается кукла». Вместо куклы Конор типа поворачивается. А бегущие в первом ряду, они там вот эти все азиаты, которые так застыли. И они подписаны типа диджей, старик в баре, а там как раз старый. Есть чувак один, помнишь, который старичок такой в сериале? И он подписан типа старик из бара, там машин в гонке или все остальное. Типа все получили люлей. Найдем этот мем? Найдем, наверное. Надо вставить его. Это четко. Это очень смешная шутка. Честно, жаль, что... Причем этот мужик диджей, я вижу опять там эти комменты, да он все придумал. Да смысл придумать, не знаю. Если бы эта девушка какая-нибудь про беременность опять запела, я бы еще подумал, что может быть просто пытается... Какой-то певец тоже, итальянец, он уже подтвердил все. Он говорит, я готов перед судом все то же самое в качестве свидетеля произнести. Ну я угарнул с одного. Фамилия Фоконетти. Может он за фамилию его просто? И он там этот парень рассказал, итальянец, что он даже переживал, что Конор стащит его жене. Мне кажется, он мог. Он был в бешенстве и там на всех бросался. И ну там свидетели, я так понимаю, больше десятка человек. Ну сложно прям, если бы он в темном переулке один чувак, а еще, знаешь, что я вспомнил, среди тех, кому навалял Конор, там еще был типа айфон. Помнишь, когда он фаната отобрал? Я, кстати, тоже хотел вспомнить. Причем он так яростно его... Есть же видео, где он прям вырвал его и ногой вам растоптал. Ну то есть, судя по тому, что мы видим, сложно представить, что эти все парни лгут и просто пытаются его оклеветать. У него реально есть там вспышка агрессии, что-то еще. Очень жаль, что он действительно отрывается так, биспинг стебется, что типа на реальных быков он не лезет. Он лезет на тех, кто не похож на тех, кто сможет защититься. К сожалению, в этом есть доля правды. Ну может просто он не тусуется с реальными быками. Да ладно? Я думаю, что в любом клубежнике можно найти, с кем подраться. Больших размеров. Прикинь, его вырубят, как бейджей Пэна. Давай не будем о плохом. Да вы лучше поговорим про Хабу, поскольку это тема номер два. Я предлагаю несколько минут, как про Коннора. Две минуты. Давай. Я был очень разочарован. Да, это грустно. Ты знаешь, самое хреновое, что я понимал, что он не хочет потроллить всех. Один в один то же самое, да. Он просто не понял, что плохого в том, что он это выложил. Вот это печально. У меня это сразу. Ты когда это видишь, я так расстроился. У меня в первую секунду прямо грусть такая. И я понимаю, что это просто шутка на актуальную повестку условно дня. И по его мнению, это реально прикольный троллинг. Если с какого-то угла посмотреть, тут можно поржать, но она настолько неуместная была. А в фоне этой ситуации с метро, отвратительная ситуация, я очень рад, что через... И в секунду, когда это увидел, у меня в голове есть понимание. Там плюс пошли все равно интервью, там Минаков и все остальные сказали, блин, ну, может, очевидно же, что он не пытался против российского общества пойти. Просто стебанулся и, наверное, не осознал, насколько это хреново смотрится с нашей частью. Я очень расстроился. Но при этом... Ну, короче, у меня было понимание, что шутка дрянь просто страшная. На фоне вот этого, понимаешь... Но в то же время я понимал, что Хабиб не тот, кто пытается там замочить... Да. Что он не русофоб, там, или что-то еще. Это вообще совсем другая история. Как в «Человеке-пауке», помнишь, это знаменитая фраза? С приходом большой силы приходит большая ответственность. С приходом 30 миллионов подписчиков приходит определенная ответственность. И, к сожалению, очень печально, что вокруг Хабиба, скорее всего, нет людей, которые могут ему подсказать, что так лучше не делать. Или, если они есть, он их, судя по всему, не слушает. Я думаю, что в его окружении абсолютно все со схожим мышлением, и никто не считал, что это неуместно. Мне понравилось его интервью. Вот на «Спорт-24» выходил видос. Я посмотрел прямо целиком. Он хорошо отвечал. Ну, то есть он нормально обосновал. Мне понравилось, что он именно там сам сказал своими словами, что он считает вот этих троих полными придурками. Что, типа, это вообще как можно оправдать это зверство или посчитать это чем-то смешным. Ну, что он, в принципе, разъяснил то, что все считали... Ну, то, что я сам. На секунду какое-то опасение появилось, что, типа, блин, неужели ты серьезно так думаешь? И я очень рад, что услышал от него, что, ну, его мнение полностью противоположное и такое же, как у нас. Просто шутка, что называется, не в то время, не в том месте и не на ту тему, которая устроила. Ну, просто худшего момента для этой шутки даже и не придумать. Ну, просто не будь этого момента, и шутки бы не было. Вот в этом проблема тоже. Ну, опять же, на Спорт-24 в этом интервью там был момент, где он затронул Мурада, мне тоже понравилось. Это прям хорошо. Он прям с такими словами, он его замочил, вот то, что надо, наверное. Мурад из мема с таксистом. Я много раз тоже говорил, что то, что он наговорил в том такси, это все разлетелось на мемы, и с некоторых мемов можно поржать. Но грустно от того, что чувак, который и сидел, и сейчас, ну, буквально, стал популярным за счет того, что просто кинул другого парня, работягу, простого паренька, который в десять раз меньше него, не может ни дать отпор, ничего. Просто, типа, ну, навертел его на одном месте. Еще 17 минут вертел. И за счет этого стал суперзвездой, которого сейчас зовут во все попом и промоушены, у которого там бой, не бой, который, в принципе, сейчас, и, наверное, зарабатывать будет неплохо на фоне этих пресс-конференций. Мне кажется, ему Асхаб Томаев за несколько роликов заплатил, там, хорошо заплатил, в общем. Больше, чем он мог легально заработать за все последние годы. Наверняка. И Хабиб, учитывая, что это его, там, условный соотечественник, ну, довольно жестко его осудил. Какого хера, типа, этот чувак сейчас пожинает плоды, почему вы из него звезду делаете? Это хорошо было. Классная посылка. Потому что я полностью согласен с тем, что можно поржать с этих слов, и они вошли в обиход уже всех, что, типа, как там, ну, из цензурной я хочу какие-нибудь его цитаты привести, что... Ё-хо-й! Я тебе офигенно сделаю, давай так. Я тебе круто сделаю. Я тебе круто сделаю. Вот, это, конечно, или так надо было, брат. А как же это фольклорная песня про Шамиль Смолян, которую послушали больше раз, чем вообще за всю историю? Ну, в общем, смешные моменты, но жаль, что они прославляют парня, который, наверное, не заслужил вот этого всего славы. Слушай, давай, ладно, ты лукавишь немножко, сколько недель ты угорал над Бурадом? Нет, смотри, когда только ты это вышла, ты мне показал, я не улыбнулся ни разу. И первую неделю я не ржал, вторую неделю я не ржал, но потом у меня случилась очень обидная ситуация. Мы с Олегом приехали комментировать наше дело, я припарковал свою машину в нормальном месте, в нормальной парковке, но она была новая, из-за этого она была без номеров. Ну, я только ее приобрел и еще не ставил на учет, поэтому я мог парковаться на любой парковке в Москве. Она стояла по всем правилам, мы пошли комментировать, и у нас с Олегом 10-часовой рабочий день. И ты не можешь там проконтролировать, что-то еще там, особых пауз нет. И вот на секунду у нас там был какой-то перерыв на обед, я вышел посмотреть просто на тачку, типа, все ли нормально. Вышел, а ее нет. И мне так обидно было, и я не знал, как это описать, и в голову почему-то в первый раз за все это время пришли фразы из этого, ну, матерные фразы от товарища Мурада. И вот в тот день они сыпались из моего рта в изобилии. Но я постарался ненадолго поддаться искушению, говорить слова Мурада. Если бы за каждую эту фразу тебе давали рубль... Я бы хорошо заработал. Ну, сотню тысяч, наверное, ты бы сделал за день. В тот день я был зол, и я хои, и все остальное. Что там, шерсть. Я того... В общем, это все очень уместно легло на фоне моей обиды. Вот. Но потом я очень быстро охладел, и опять подумал, что нет, это должно осуждаться. Должно. Но было смешно. Было смешно. В тот день было уместно. Но в целом, конечно, дрянная дрянь. Дрянная дрянь. Конкурс. Подведем итоги конкурса. Самое время. Давай выберем победителя. Давай выберем. Ну, мы уже выбрали. Давай отметим трех. Отметим трех. Трех, давай. В смысле, у нас есть победитель, плюс еще два. А, все, да. Комментария, которые... Если бы не было победителя, то победителем стал бы кто-то из них. Да. Мы, к сожалению, ничего не можем им вручить, но мы их озвучим, потому что они классные. Я хочу, чтобы мы сначала отметили парня, который заставил поражаться больше всего всех нас. Да, давай. Блин, хорош, чувак. Очень жаль, что мне несколько призов. Дружище, вот только за то, что я поржал с тебя, я бы вручил тебе отдельный приз зрительской симпатии. Но честно будет, если победит другой человек, который мы выбрали. Так, ну что, это комментарий от... Так, сложный никнейм. Титус Мигелюс. Да? Ты же про него говоришь? Титус Мигелюс. Да. Это очень классный коммент. Значит, зачитываю. За турнирами по боям без правил я начал следить еще с 90-х годов. Тогда большинства из вас, молодых сосунков, еще и в планах-то не было. Затем пришел Федор и показал всему, заграничью, что такое русский дух. Вот это был образец для подражания. Спокойный, мужественный, не то, что эти теперешние. Дальше пробел, такая пауза, пауза, пауза и продолжается. Примерно такими словами отвлекал меня мой батя, когда я смотрел второй бой в своей жизни. Макгрегор Хабиб. Это очень хорошо. Это прям класс. Учитывая, что сразу не видно этот комментарий, а вот это продолжение с самыми смешной частью, оно снизу после прочтения, у него там даже лайков толком нет, это... Потому что никто не открыл даже читать дальше. А мы, мы открываем, все добросовестно. Короче, Титус Мигелиус, зачет поржали от души. Так, ну вторая история, давай отец и сын. Да. Это трогательная история, поэтому респект. Значит, давайте посмотрим. Здравствуйте. В 2013 году отдал сына в Туле на рукопашный бой. В 2016 ездили с ним на первенство мира по рукопашному бою в Москву. Там в финалах билась наш второй тренер Инна Николаева-Жданова и боец Роман Копылов. Бой с Романом Копыловым очень понравился. На соревнованиях присутствовал Рой Джонс. Было невероятно круто видеть Роя Джонса рядом. Всегда следил за его карьерой боями. Прошли годы. Мой сын в 14 лет стал настоящим воином-рукопашником. 67 золотых медалей, 3 серебряных, 2 бронзовых. Роман Копылов проиграл в UFC. Предстоит новый бой. Мы с сыном смотрим UFC с 17-го года. Сын черпает знания, анализирует бои, растет как боец каждую субботу. В ночь смотрим UFC TV. Ну и, конечно же, ваш подкаст. Ну, клево, да? Ну, на самом деле, мы не за последнюю фразу отмечаем. А ты прочитай имя этого человека. Игорь Чиканихин. Респект, Игорь. За вас, за сына, за то, что смотрите, увлекаетесь. Более того, там даже на аватарке в превью видно, что что-то с соревнований, видимо, по рукопашке. То есть, прямо true story, реально. Круто. Сыну большой привет. Если он смотрит, это тоже круто. В общем, ты красавчик. Это очень быстрое становление. Есть цель. Прямо понятно, к чему человек идет. Батя, респект за то, что растет такого воина. Так что, в общем... Мне даже сейчас грустно, что не этот человек получает приз. Вот на этом словах, на этом фоне, да, я даже подумал. Может быть, ему не выбрали. Нет, нет. Мы выбрали. Мы выбрали втроем. Мы выбирали честно. У нас было где-то 10 фаворитов, из которых мы уже окончательно потом выбирали победителей. И без обид мы выбрали... Вот мы сошлись единогласно, что победитель должен быть победителем. Игорь, прости. Ты красавчик. Твой сын красавчик. Победитель чуть-чуть другой. И у него очень классная история, с которой... Ну, она даже кажется какой-то невероятной. Ну, типа, неужели такое возможно? Но мы поверили. И мы не можем проверить. Поэтому пусть все будет на совести человека с именем... Этого человека зовут Вольф. Вольф. В общем, это Волк. Это Волк. И у него очень фановая история. С нее тоже можно поржать. И она даже как будто нереалистичная. Ну, давай, зачитаю. Давай. Я познакомился с ММА благодаря жене. На нашем первом свидании в 2015 году она неожиданно и без объяснений пулей убежала со свидания. Потом выяснилось, что она уехала смотреть бой Макгрегор-Альда. И очень извинялась, что не предупредила. Она сама боец и стеснялась этого. Теперь я главный фанат этого спорта. И это семейная традиция смотреть суперкарды UFC в спортбарах. Интересно, жена выступает где-нибудь? Интересно. Учитывая, что она боец, вполне может быть. Или выступала и выступает. Я так понимаю, что бой-то был утром. Прямо рано утром. Типа в 7-8 часов. Если она убежала, то это, наверное, не московское время. Я надеюсь, что она не из постели убежала. Это было вообще обидно. Скорее всего, они живут где-то в Восточной. И, наверное, обидно, что мы сейчас говорим про постели. Сибирь и Дальний Восток, наверное. Я надеюсь, что он сможет приехать. Я надеюсь, что вы успеете. Поскольку, по идее, подкаст выходит в среду. Так что удачи вам. А, поскольку билета 2. Поэтому человек, который рассказал эту историю. Товарищ Волк. Вместе с своей женой. Я надеюсь, что у вас свободные выходные. И вы успеете примчать в Москву. Получить билеты. И пойти на это крутое событие. Поздравляем. И огромное спасибо всем, кто принимал участие. Мы прочитали, правда, все комменты. Их дофига. Их реально очень много. И мне кажется, по совокупности слов в комментах, это наш рекорд. Хотя по количеству комментов не достает. Но комменты здесь объемные очень. Ладно, ребят. Очередной розыгрыш. Надеюсь, что вы рады тому, что мы подкидываем ништячки. А у нас еще пара темы для обсуждения. Перед тем, как попрощаемся. Так. Предстоящие турниры надо, наверное. Да. Хочешь карт Беллатр и карт UFC, я так понимаю, обсуждить, да? Ну, это было бы правильно. Но давай для начала так. Оба говорим бой, который стоит посмотреть людям. Наша рубрика новая. Ну, новая, которая уже два предыдущих подкаста была введена как. Да. Давай, твоя очередь. Просто говорил ты, потом говорил я, теперь мы оба скажем. Я просто придумал бой. Ты уже выбрал? Я выбрал. Я ехал сегодня. Давай, пока ты будешь говорить, я решу. Давай. Я не знаю почему, но в преддверии боя Федора Емельяненко это будет оригинальный выбор, потому что все трехметровый кореец, Мирка Крокоп, Нагейра, Рэндалман. Все рекомендуют вот это. Рэндалман, да. Марк Коулман, несколько боев у него было с Марком Коулманом. Я рекомендую другой. Я рекомендую бой против Бретта Роджерса. Почему? Потому что это один из последних боев Федора в его серии фантастической, беспроигрышной. И это бой, где Федор Емельяненко уже начал напоминать человека, обычного земного, а не непобедимого монстра, которого, ну, неуязвимый фактически он был до этого. И посмотрите этот бой, там пришлось пройти через сложности и серьезные сложности. Тем более Бретт Роджерс, это был такой шиномонтажник здоровенный из Миннесоты, на тот момент непобежденный и чуть ли не главный американский проспект в тяжелом весе. Так что это сейчас, если вы просто посмотрите на рекорд Бретта Роджерса, это мешок, который всем подряд проигрывал. Раньше такого не было. И на момент боя с Федором это прям был супермощный чел, который вырубал вообще просто всех. Так, ну и от меня нужен какой-то бой. Желательно. Ну, знаешь, я не такой олдскульный, как ты, посоветую. Я выберу бой, который случился уже, наверное, более пяти лет назад. Ну, поэтому, судя по нашим комментариям, большинство все-таки смотрит 2-3 года как. Вот этот более короткий промежуток. Поэтому, наверное, пятилетней давности тоже пойдет в зачет. Я люблю бой Тони Фергюсон Лэнда Ваната. Почему ты его любишь? Он небольшой. Ну, раунда полтора нам пролился, да? Но я люблю за то, что Тони Фергюсон был такой кремень, опасный убийца, киллер просто в дивизионе, кровавое месиво. Прямо перед этим бой с Барбозой. Что вообще бы происходило? Кстати, тоже хороший бой. Можете его посмотреть. И потом он выходит против парня-дебютанта на коротком уведомлении, который... Там, по-моему, Кьезо слетел у него. Я точно не помню. Скорее всего, Кьезо слетел. И недель, меньше недельного уведомления. Да-да. Ваната шел непонятным парнем из другой лиги с рекорда, по-моему, 7-0. Восьмой, что ли, бой был. Или седьмой профессиональный бой против Тони Фергюсона. И все смотрели на это как... Господи, этого ягненка ведут просто убивать. К такому убийце просто привели мальчика с пальчика, который он еще и маленький по росту, по размерам, не атлетичный, худенький, непонятный. Ну да, у него хороший рекорд, там, 6-0 или 7-0. Но при этом он выходит против реального топа легкого веса UFC. Серии победной. Серии побед только после Барбозы. Барбозы и все такие... Это, ну, типа, за сколько секунд Тони Фергюсона превратит его в мешок. В мешок, в котором лежит труп. Знаешь, ну как, запечатывал же из мешки что-то... Я думаю, что сразу все поняли уже. В общем, и в итоге там такое происходило. Это надо видеть. Это я... Ну, мы же любим бои с камбэками. Это не то, что олицетворение слова камбэк. Это один из лучших камбэков в истории наряду с Конга Берри и все остальные. Поэтому хороший бой. Надо посмотреть. На фоне неожиданности, когда ты смотришь, ждешь, этого парня сейчас убьют, а потом происходит вот это. Думаешь, ну и что за дух у Тони Фергюсона, что он с того света вернулся. Ну, я не буду спойлерить. А у Ваната-то как подскочил после этого боя? Карьера? Ну, конечно. Но после этого боя даже я сказал, этот парень будет чемпионом. Если он в седьмом профессиональном бою или в восьмом чуть не уничтожил топа, то что будет дальше? Ну, дальше ничего не происходит. Этот парень будет чемпионом немножко завышенное ожидание. Ну, так все говорили, помнишь? Ну, да. Ну, скажем так, он шокировал весь ростер UFC уж точно. Но, к сожалению... Едва не вылетел. К сожалению, потом было очень тяжко. Но хотя... Что за нокаут потом Ваната выдает в бою с Макдесси? Это просто один из лучших нокаутов с ноги в UFC. На ряду с Барбозой, а идти мы... Ладно. Так, Белик или UFC? Давай UFC сначала. Коста Витория. И закончим Беликом, да. Я все не смотрю. Значит, анонс боя постера Коста Витория. Ну, новый постер. Прям только-только его дропнули. Они там стоят лицом к лицу. И, значит, коммент. Типа кто-то решил шуткануть в соцсетях на Best of Me или где-то еще. Фото... Две сигареты потушенных. И я такой, почему Коста Витория? Это два окурка. И все что думаю. А-а-а, так это не окурки. Ты понял прикол? Нет, пока нет. Бычки. А-а-а. Битва кормовых бычков. Я же всегда там это говорил. Тоже использовали. Это два бычка типа потушенных. Ну, короче, вроде смешных, вроде нет. Но мне понравилось, что пришлось додумать чуть-чуть. И думаю, они же не окурки. Я посмотрел разбор этого боя от Израиля Адесани на его YouTube-канале. Так. И, в общем, он говорит, два нахимиченных чувака. Так. Две, говорит, моих, два моих сына. Я, говорит, естественно, желаю удачи обоим. Но он разобрал технику одного, слабые и сильные стороны одного другого. И склоняется к тому, что все-таки Пауло Коста победит. Я очень удивлен, кстати, что Адесания, у которого бой с Костой сложился, ну, просто как-то... Легко, да. Просто по щелчку пальца, да. А с Виторией было два боя. Ну, я бы не сказал, что они прям близкие, честно. Ну, давай так. Они в 10 раз более близкие, чем бой Адесания и Коста. Ну, да. Почему оба? Ну, вы учитывайте, что Коста был все-таки пьяный. А непобежденный... Трезвый Коста пока еще непобежденный. Справедливо. Вот. Поэтому здесь очень сложно сравнивать. Просто разные уровни, понимаешь? Пьяным такси драться, наверное. Мы не знаем, выйдет ли он трезвый на эту неделю, понимаешь? Так что... Если выйдет... Вот. Очень многое зависит от этого. И я думаю, что букмекеры, они же видят фаворитом Витори. И для многих это неожиданность. И мне кажется, просто букмекеры, они закладывают определенный процент вероятности на то, что Коста все-таки выйдет под винишком. Ну, а что, шутки в сторону? Для тебя кто фаворит? Да, Витори. Витори фаворит. Почему? Мы до сих пор не знаем, что с борьбой у Коста. А мы отлично знаем, что с борьбой у Витори. И это такой фактор, который может поменять все в одну секунду. Потому что во всех боях Марвина и Витори, если у соперника были проблемы защиты от тейкдаунов, этому сопернику было хреново. Причем независимо от того, кто это был. Джитсер, это там ударник или кто-то. Если ты не умеешь защищаться от перевода в партер, скорее всего этот парень тебя туда запрессует. Плюс, вот тут, конечно, удивительный момент с ударкой, да? Что ты про Адесанию говорил? Ну, ведь Адесанье ведь сам же удивился ударке Витори в прошлый раз. Он же сам говорил после боя, что неожиданно его ударная техника стала для меня... Ну, не то чтобы сюрпризом, но я не ожидал, что она будет такой. Мне кажется, он просто изначально ожидал полного дерьма. Полный ноль, да. Но при этом у Витори и удары получалось доносить. Ну, я не говорю, что он нам расколотматил. Ну, мы видели, как Маран Витори попадает. Мы не видели, как про Косту. Ты про хаммерфисты по бедру. Кстати, Адесанию прикольно посмеялся над этим, да. И он в концовке... Ну, не знаю, это было забавно, вызвало улыбку. В концовке ролика, посмотрите, если кто не смотрел, там пришел какой-то чел и говорит, я принес результаты теста ДНК, и типа, да, вы отец этого чувака. Я не помню, про Косту или про Витори это было. По-моему, про Косту, про Косту. Про Косту, когда его изнасиловали в концовке, это же к этому отсылка. Все, да-да, все правильно, да. Жопа Косты. Ладно, сейчас все шутки про то, что его не было год. Странно, что не 9 месяцев. Ладно, бедный Кост. Ну, он сам виноват, но... Понятно, что ударка у Косты это, по идее, вещь, которая будет посерьезнее, чем Маран Витори. Видимо, на этом и основывается прогноз Адесании. Но, конечно, и сейчас стали очень активно вирусить видос. Причем он не новый, ему уже, я понимаю, годик, может больше. Это где Коста борется с Логаном Полом. А, это да, я видел. И Логан Пол швыряет Павла Коста. Логан хороший борец. Да, да, почему? Правда. То есть все говорят, что и Логан, и Джейк борцы, но Логан борец-борец. То есть он выступал на чемпионатах штата, есть вся эта задокументированная. По-моему, он чемпион штата Огайо. Ну, очень, но это хороший уровень. Ну, да. А Джейк... В комментах, конечно, ржут, что чемпионом штата Огайо это не тот штат, в котором очень сложно стать чемпионом по борьбе. Но это в любом случае круто. Ну, конечно. И он, кстати, в первом дивизионе выступал. А, да? Да. Окей. Просто про Джейка задокументированной истории об его выступлениях в борьбе этого нет. Он явно ходил, как и брат их вдвоем. Да, но это... Но он явно не был на таком уровне, наверное, как Логан. То есть типа, а Логан, ты куда? Я на борьбу, ой, я тоже пойду. Походил два месяца, ничего не выиграл. Зато потом, говорит, я занимался борьбой. Вот история могла быть точно такой же. Логан это другой совершенно уровень, он хороший уровень. Поэтому ничего удивительного на самом деле. То есть уровень Паула Косты это примерно чемпионат Огайо. Ну, вообще, не знаю. В целом все равно это бросается. Ну, там, конечно, не все так плохо было у Коста. Но сам факт, что по большому счету... Ну, ладно, он все-таки боролся типа с борцом. Ну, Марвин Виттори, ты же говоришь, тоже борец. Марвин Виттори боец, который сейчас борец. А Логан Пол-то был борцом 10 лет назад или сколько там? Огайо. Ладно, короче... Слушай, ясно, да, тут куча нюансов. Например, мне не нравится. Все называют почему-то Марвину Виттори кардиомашиной. Нет такого. В пяти раундах он устает под конец. Он здоровый бык, и вы, если посмотреть его бои, заметно, что он экономит силы. То есть он... Почему у него нет досрочных финишей много? Потому что он не вкладывается в удары в партере, потому что он не старается бороться так, чтобы выйти в какую-то активную позицию опасную, там, задушить и так далее. Он достаточно редко все это происходит. У него есть контроль. И переводы у него, они не борцовские. Они такие вот чисто силовые. То есть он обнимает и как бы, а ну иди сюда, на, валит. С Паулу Коста это может не прокатить. Ну здоровый, да. Вот. Потом у Паулу Коста очень хорошее, это чуть ли не главное преимущество, это удары ногой по корпусу. И в левшу они заходят прям как пить дать. Марвин Виттори как раз в правосторонней стойке, то есть стойке левшей работает гораздо больше, чем в противоположной. То есть он левша. И он может вполне несколькими ударами выбить весь дух и всю спесь сбить с Марвину Виттори уже в первом раунде. Так что здесь куча нюансов на самом деле. При этом, что с Кардио у Паулу Косты, кто знает, вообще не понятно. На три раунда его хватает. И это только с Ромеро. Ну да. Да, а в остальных боях он заканчивал в первом и во втором. Против Юрая Холла у него были проблемы. Холл его джебом вообще нормально обстреливал. Да, да, хорошо держался причем. Но понимаешь, Холл хорошо держался один раунд. А потом Паулу Косту ему дал понять, что хорош. Пожалуй, пора им не завестись. Но мне кажется, что Паулу Косту, а сейчас последняя мысль, я тебя... Он переоценен. Он реально бил людей, которые не позволяют выходить на чемпионский уровень. За исключением, наверное, Юэля Ромеро, это прям... Если брать этот бой за лакмусовую бумажку, это достойно прям. То есть он прям с ним рубился, он не устал, он доносил удар, он пропускал удары и стоял на ногах. И дыхалка все у него выдержала. Но там не было борьбы. Я помню, по-моему, один раз Ромеро попытался с ним побороться. Но Ромеро не борется сейчас. В ММА он не борется. То есть ему это не нужно. Если Виторий будет бороть, сколько выдержит Паулу Косту? Тоже вопрос. То есть в этом поединке столько неизвестных, что... Ну, я просто не знаю. Я бы вообще не советовал на него деньги ставить. Может быть, можно копейку там кинуть на то, что бой будет больше трех раундов, например. В этом я уверен почему-то. В защиту Паулу Косту, скажу, ты говоришь про неизведанное кардио, все-таки бой с Ромеро это бой, от которого можно отталкиваться в плане его выносливости по одной причине. Это не бой типа Родригес Дерн и не бой типа Сантос Уокер. Это супер анарокзатратный бой. Где ты пропускаешь удары в корпус и в голову постоянно, ты доносишь сам удары в корпус и в голову постоянно, и самое жесткое в истории Паулу Коста это то, что он не работает на очки вообще. У него каждый удар, это удар, который он хочет, чтобы это был последний удар в бою. Поэтому то, как он разряжается в того же Ромеро три раунда подряд, любой стоп-кадр возьми, ты офигеешь с того, как напряжено у него все тело, вены выступают из бицесов, из шеи, из на лбу. То есть у него нет экономного режима, как у условно Марвана Витория, который в стиле не Колби Ковингтона, конечно, но вот так у них там есть что-то общее. Если брать Колби Ковингтона до, допустим, Робби Лоулера, вот те времена, когда он чуть-чуть набросил, все пошел. Чуть-чуть набросил, сблизил. Вот они работают так, типа, из серии я в касание поработал, чуть накинул, прикрыл, спрятал тейкдаун, пошел-пошел бороться. Это сейчас вот они в последних боях стали, типа, зацените, мы уже универсальные спортсмены. У Коста такого нет. У Коста я пытаюсь снести твою бошку нахрен первым же ударом в бою. И поэтому, если он пытался 15 минут подряд вкладываться в каждый удар, и ему никто не искал кислородные баллоны, как в случае с Исмаиловым или Ромеро, да? Исмаилов — это новый инган. Жаль его, кстати, особенно учитывая, как он провел два раунда. Мне не особо жаль. Ну а чего жалеть-то его? Не, я имею в виду... Посмотри на его гонорар, и жаль будет тебя. И жаль будет меня. Директор подкаста. Это Рик Роса, я, по-моему, уже использовал, да, в нашем подкасте? Ко? Рик Роса. А! Что, типа, пока вы смеетесь над тем, как выглядит Рик Роса, он смеется над вашим банковским счетом. То же самое можешь сказать над Магомедом и Суейлуб. Короче, поэтому, в принципе, мне до сих пор кажется, что Коста не сказал свое последнее слово. И опрометчиво будет судить его только по последнему бою с Адесани. Поскольку даже с тем же Холлом, это все-таки бой, в котором у тебя на старте поединка уже проблемы, и ты можешь сломаться ментально, поскольку ты идешь к сопернику, и бам-бам, бам-бам тебе в голову пролетает. Я даже тогда подумал, что другой чувак, кто будет, ну, более сдержанным, кто подольше сможет накидывать удар и, может, бьет потяжелее, чем Холл, он, скорее всего, подкинет еще больше правильного пола Кости. Но проблем, в принципе, у Коста не было нигде, кроме как с Адесани, поскольку даже того же Холла, который вот классно начал, он просто перемолол. Он пропускал весь первый раунд, на второй вышел, и просто сожрал его своим давлением. Он, типа, знаешь, продолжай бить, я буду делать вид, что ничего не происходит, и продолжите вперед как танк. Это, ну, это определенная закалка какая-то, и, не знаю, не каждый он такой способен. Последний аргумент в пользу Виттории. Вот ты говоришь, все эти удары, мощь Паула Косты. У Виттории очень крепкая башка. Его же никто не вырубал никогда. При том, что он дерется в дивизионе, где удары уже начинают, каждый удар начинает сказываться на твоем самочувствии. Даже если он проходит вскользь. И вот Паула Коста, мне кажется, он просто не привык к тому, что вот он бьет, бьет, а человек стоит, стоит, стоит и идет на него, там, и в клинч проходит, и переводит. И если такая ситуация будет против Виттории, если он, например, будет заряжаться и попадать, а тот стоит. И мне почему-то кажется, что Паула Коста может сломаться, как это было с Адесанией. Когда, помнишь, перед первым раундом был скриншот, когда он улыбается, перед вторым раундом он уже такой, о-о, что-то происходит не так. Но справедливости ради, если мы вспомним все бои Марвина и Виттории, ну, там нет таких ребят, кто бьет, как Коста. И кто бьет не просто, типа, я один раз за раунд заряжусь, потом возьму три минуты отдыха. Тот, кто бьет каждые 20 секунд, вот так, с такой же силой. И просто Коста с Адесанией, это был вообще не Коста, которого мы знаем. Это был не Коста Холл, не Коста Ромеро. Это был просто какой-то другой парень, который обосрался прямо со старого... Он просто вышел с табличкой, я обосранный. Понимаешь, в клетку вошел? Это было вообще... Победи меня, да, с табличкой. Да, да. Я пришел, чтобы меня изнасиловали. Это было... И вот мне из-за этого немного обидно, из-за этого парня. Поскольку, вот говорю, есть ощущение, что что-то там реально могло произойти. Не знаю. Это вот как... Два случая, которые на последнюю секунду можно вспомнить, за последние пару лет. Это как раз Костас Адесани, который вышел, и не вышел. И это Фигереда с Морено. Да, я так и думал, что ты Фигереда вспомнишь. Просто два примера реально, которые прямо на поверхности, и сразу приходят в голову, да. Просто вышел другой парень, которого мы не знаем, этого бойца. Мы первый раз видим, чтобы боец вел себя так. И ясное дело, что это заслуга Адесани, что он сделал ягненком просто машину Косту. Но сделает ли Витторий такое? И готов ли Витторий пропускать такие... Таких скиллов у Виттория нет, чтобы сделать так. То есть у него есть свои ключи к победе, но сработают ли они, это большой вопрос. Именно поэтому вот этот бой, он один из самых интригующих, интересных вообще за последнее время. То есть ты здесь смотришь, как бы, этот может выиграть? Да, конечно. А как? Он может выиграть так, так и так. А этот? Да, конечно. Он может выиграть так, так и так. И ты такой вот капером не позавидуешь. Причем мы только что провели аргументы в пользовании другого. Но борьба Витторий, конечно, это очень весомый аргумент. Но все в жопу. В принципе, честно, смотрю в кард этого турнира, я не могу отметить еще один бой, который жду. Не можешь. Просто там Common Event. Гранд против Рика Гленда. Долсон Гленда. Ну, как бы... Гранд Долсон, да, я и не искал фамилию. Ну, что это за короче? Это из того же Поля Ягода, что и вот недавно был Common Event. Я даже не помню какой. А, Рэнди Браун. Рэнди Браун против... Я даже не помню, против кого он дрался. Господи. Рэнди Браун дрался с... Господи. Неважно. Рэнди Браун дрался с... Сейчас скажи. Я вспомнил его лицо. Я вспомнил его лицо. Но вот так его звали. У нас с тобой возникает... Временная амнезия. Иначе даже не хочется проверять. Короче, я думаю... Эти парни недостойны того, чтобы их проверять и тратить время. В общем, это целиком и полностью Fight Night построены на главном поединке, где реально топовые парни в тройке сильнейших в дивизионе. Но кроме них тут не то, что звезд нет. Тут вообще рейтинговых бойцов нет. Но, к сожалению, это, наверное, новая норма UFC. Судя по всем последним турнирам. Там есть, знаешь, парочка боев, которые... Они могут быть прям взрывными, классными. Типа вот Николай Негумеряну против Айка Вилу Нуэвы. Или Джей Херберт против Камо Уорти. То есть тут может быть нокаут прям на 10-й секунде. Скорее всего, это будет очень яркий бой, да. Но при этом... Но этих людей знает вот такая прослойка любителей MMA. Это точно. И, не, знаешь, ты даже... Я думаю, что их знает, ну, большинство людей примелькались. Что они, что там какой-нибудь как Кассерес, до того же Доусона могут вспомнить. Проблема в том, что это не те парни, чьи боев ты ждешь. Ты просто знаешь, да, есть такие бойцы. Да, я видел их прошлые бои. И... Но это не те ребята, ради которых ты будильник поставишь. Не пойдешь куда-то там на вечеринку. Или там спать не ляжешь. Или что-то еще. В общем, ты под них свой график в жизни строить не будешь. И ты точно захочешь посмотреть записи. К сожалению, да. Ну, ладно. Мабилат. Ну... Здесь поинтереснее. Хорешков. Очень жаль. Против Хабилова. Очень обидно, что сорвался. Хороший бой должен был быть. Очень жаль, да. Я прям его ждал. То есть, естественно, я жду бой Федора. А, кстати, Федор сказал, что, вероятно, это не последний бой. Типа, если, как всегда, он сказал, если бог даст, еще и побьемся. Ну, ты знаешь, если он выходит сейчас и нокаутирует Джонсона нам в первом раунде. И не особо не пропускает, там не будет на грани... Почему бы не продолжить? Наверное, ну, конечно, я думаю, есть сегмент аудитории, который хочет, чтобы... Федор, пожалуйста, уйди на красивой ноте. Не задерживайся. А в целом... Слушай, если он побеждает чувака из топ-2 дивизиона, он становится участником титульной гонки. Хочется... С молдавским Андрац не будет? Да. Слушай, а кстати, вот, например... А вдруг молдавский скажет, хочу старшего припустить вперед? А мне кажется, молдавский может победить Бейдера, и реванш Федора, и Бейдера тогда. В качестве последнего боя... А ты бы хотел, чтобы Федор задержался еще на один бой, при условии хорошей победы? Слушай, честно, мне уже наплевать. При всем уважении к Федору, он волен делать все, что он хочет. Мне бы хотелось, чтобы он закончил тогда, когда он реально закончил. И уже не возвращался. После трех поражений? Нет. Потом был Молсон, Педро Ризо, Сатоси Иси, Иши, не помню как правильно. И потом вот он ушел. И вроде как закончил навсегда. А потом вернулся в Райзен уже. Но это уже новое поколение. Вот это непонятное возвращение, оно непонятно мне. То есть, если бы я был на его месте, и в той же ситуации, в которой был Федор Емельяненко, может быть, я тоже посчитал бы, что надо возвращаться. Но тогда ему еще не было много лет. Тогда еще, ну это как-то нормально смотрелось, такое решение. И народ, в принципе, с распростертыми объятиями его встретил. Он просто понимает, что он... Сколько он был? 37-38, когда он второй камбэк задумывал? Да нет. Побольше, думаешь? Я думаю, уже побольше. Просто проблема в том, что он пропустил три года, когда вот он был, ну не на пике, конечно, но он был еще тем Федором, которого все помнили, от которого ждали там ярких выступлений, и уж точно не ждали поражений, которые были против Митриона, там, Бейдера. Вспомню бой с Мальдонадо, от которого прихватило сердце у всех. Ну, да. Слушай, 15-й год, когда он вернулся в Райзен, это ему сколько? Это 6 лет назад ему было... 39. 39, да. А, ну да, в принципе. Ну, то есть, учитывая тяжей, которые сейчас там F42 и неплохие бои закатывают, тот же Аверим, там, какой-нибудь, да, то не так уж и странно это смотрел. Просто вот если бы он закончил тогда, мне было бы жаль, что и не досмотрел Федора. Наверное, все-таки какие-то бои он еще мог проводить, громкие, побеждать, ярко побеждать. А вот потом, когда он вернулся, ну, пожалуйста, продвигай свою команду, популяризируй спорт, зарабатывай деньги. В принципе, он все это и делает. И команда его отлично растет. Да, да, да. Претендентов во всех дивизионах, чемпион временно уже есть, чемпионов в полутяжелом весе есть, претендентов в среднем весе есть. Ну, классно рафтут, ребята. Так что это же его пацаны. Ну, даже вот смотри, ему сколько? 45 лет сейчас. Да. Он дерется против Джонсона, который в двойке рейтинга. Топ-2, да. И при этом он фаворит, Федор. И очень многие ждут, что он реально победит. Знаешь, я думаю, что в любом бою Федор будет считаться фаворитом. На этом можно было даже сыграть несколько раз. Ты бы на кого деньги зарядил? Не на кого не зарядил. Не стал бы специально? Очень много вариантов, которые здесь могут быть. Федор победит нокаутом в первом раунде? Да. Джонсон победит решением? Да. Джонсон победит нокаутом? Да. Федор победит, там, я не знаю... Блин, решением вот я не особо верю, что Федор победит. Мне кажется, что его уже не хватит. Ей просто не хватит. Я думаю, что просто вот... Ну, все его бои, это бои быстрые. После Мальдонада не было ни одного решения. А, нет. С Сонином было, да? Нет. Нет, Сонин тоже был Сонин. Нет, там все быстро было. Значит, Мальдонада последний бой с решением в его карьере. У него, в принципе, решения-то мало очень было в карьере. Ну, ладно. Так, ну а твой фаворит кто? В этой паре? Я боюсь. Боюсь что-то говорить. Да, на самом деле, вот и я... Я бы сказал, что Федор. Но я понимаю... Давай так, учитывая коэффициенты, наверное, 2-3 и Тимоти Джонсон, это хороший вариант. Ну, наверное, да. Справедливости ради, учитывая то, что, ну, только что он шел на серии с трех побед и проиграл только временному чемпу Громиле из команды Федора, который, ну, реально шел к этому чемпионству и было понятно, что у Молдавского очень хорошие перспективы. Скорее всего, такой дядька может поменять. Понимаешь, при этом его роняли. Джуниор Альбини. Чейх Конга его побеждал нокаутом. Там наверняка можем вспомнить где еще кто побеждал Тимоти Джонсона. Ну, и бои у него такие, если честно. То есть, типа, я тебя прижму своим пузом к сетке и буду держать, пока ты не выдохнешься. Кто не выдыхается, тот побеждает. Потому что это первый раунд, финиш. Ну, просто от кого? От того и другого. Ну, да. Может быть. Может быть. Ну, ладно, на самом деле. Туков Минаков, кого-нибудь еще захватим. Минакову не повезло. Он должен был драться с Форченом. Да, хороший был. Очень классный был бы бой. Автоматически тоже в претендентскую какую-то гонку. Там титульно попадает с таким поединком. Тем более, Минаков дерется раз в пятилетку теперь. И, к сожалению, тоже его пиковые годы проходят. Вот за него мне вообще обидно. Потому что он потерял... Вот один из нереализованных. Причем это просто нереальный какой-то талант. И сейчас тоже он уже не на пике. Непонятно вообще, что им движет. Какая у него мотивация. Чем он хочет реально заниматься. Прошлый бой был такой. Обидный. Да, обидный. Потом Корешков слетел. Если бы остался Корешков Хабилов в этом карде, это прям было бы волшебно. Охренительно просто было бы. Сейчас тоже круто. Потому что Токов есть против Довлат Муродова. Причем, я насколько помню, они вообще в хороших отношениях. И просто так получилось, что предложили подраться. Ну, давайте. Это и для Довлат Муродова очень хороший бой. Потому что это мейн-карт. Это Токов, который один из претендентов на пояс в среднем весе. И нужно себя сразу в первом же бою в Беллатор, себя нужно показывать. Это да. И при этом для Токова тоже. Ну, он мог вообще не подраться в Москве. Но ему очень важно было вообще вернуться. Вот, да. Поэтому хорошо, что Токов согласился на любой бой. Учитывая то, что он и так обсуждался, как вот тот, кто вот-вот должен уже с Мусаси драться. А потом вышли рейтинги, а его там вообще нет, как и Федора, кстати. И получается, что и простой на них плохо повлиял. Потому что их уже не могут продвигать, как каких-то ребят в титульной гонке. Их вообще в рейтингах нет. И визой, и не визой. В общем, сплошь проблемы. Токову любой соперник сейчас бы подошел вообще вот пальцем ткни. Ему нужно было почувствовать вкус победы, вернуться в гонку. Потому что с этой победой он точно окажется в топ-5 там. Может быть, каким-то. Ну, я думаю, его поднимут высоко, независимо от... Да должны поднять, да, конечно. Да я думаю, в тройку даже должны Токову поднять. Ну, и самое логичное, если он сейчас хорошо побеждает, то он просто должен дождаться сейчас победителя пары Мусаси и Вандерфорд. И точно должен получить этот бой. Ну, дай бог. Да. Потому что круто было бы, если еще один наш подерется за поезд. Тем более, Токов заслуживает. Он прям 29-2 рекорд, при том, что он бил очень серьезных людей. Ну, а до Владмуродов, если выйдет Токова, ну, ему титульник пока не дадут все равно. Хотя, ну, независимо от статуса. Ну, в топ-10 будет. В топ-5 нужно же попасть. Кстати, это подопечный Тарас Икеяшко. Да, да, да. Так, ну, Усман Нурмагомедов. Кто-то считает вообще самый талантливый из Нурмагомедовых. Так говорят Хавьер Мендес там и многие другие, что... В династии Нурмагомедовых один из самых крутых. Ну, скажем так, один из тех, в ком заложена больше всего генетика и всем остальным. Ну, как мы знаем, когда талант соединяется с пахотой, и это получается универсальный солдат. Ну, посмотрим. Но иногда не соединяется. Ну, посмотрим. Просто у него и здесь соперник, ну, мешковатый, если честно. Поэтому, что умеет Усман Нурмагомедов реально, сейчас еще пока не видели. Те, кто не следит за ним на тренировках, например, они и не знают. Ты видишь, сложно осуждать его соперников, поскольку он еще не на том уровне, чтобы требовать ребятам из топ-3. Он только пришел, только разогревается. Блин. Нормально, что ему будут давать... Опять же, вот этот Финн, ты сразу сказал, топ-3. Есть как бы и топ-10, и топ-20, а этот Финн, боюсь, даже в топ-20 не ходит. Согласись, все равно, на его уровне карьеры, это нормально, что он бьется с таким соперником. Ненормально, когда Майкл Пейдж бьется с такими же соперниками, понимаешь? Вот это ненормально. А у них рекорд почти сопоставим. Ай, ну, участник титульной гонки не должен отбиваться с парнями, которые... Ладно. Про Прелимы, наверное, не будем, да? Ну, там... Там очень много просто ребят. Неизвестно. Дарина Моздюк, Кирилл Сидельник. Дарина Моздюк, кстати. Каджи Рабадан. Про это можно поговорить. Дарина Моздюк, наконец-то. Еще один Токов, кстати. Наконец-то дебют Дарины. Ну, если вообще взглянуть на Прелимы, около 10 или даже больше бойцов, представляющих Россию, СНГ, там есть за кого притопить, поболеть. В общем, ну, помимо Сидельникова, второго Токова, той же самой Моздюк еще есть. Ну, очень много ребят. Посмотрите обязательно сами. Может быть, и найдете какие-то открытия для себя. А тот, кто пойдет на турнир, победив в нашем конкурсе, сможет вообще все бои посмотреть. Прелимы там жирные, толстые. В общем, хороший турнир, рассчитанный чисто под нашего зрителя. Слушай, на всякий случай, скажем, тому, кто выиграл билеты, нужен либо ПЦР-тест, либо справка о вакцинации. КЮР-код, да. Либо, если ты болел в последние несколько месяцев, нужно тоже подтверждение того, что у тебя есть антитела. На всякий случай. А, ну, мы не сказали, как связаться с кем? С тобой. Со мной, думаешь? Конечно. А там какие билеты в курсе? Электронные какие-то? Электронные. А, ну, слава богу. Ну, тогда победитель этого конкурса должен писать мне в личку в Инстаграме, и мы с ним о чем-нибудь договоримся. Вот. Мы сегодня, к сожалению, не будем отвечать на вопрос подписчиков. Нас просто выгоняют из студии, мы и так сегодня попозже записываемся. Очень надеемся, что этот подкаст вы увидите уже в среду. Но, если что, все вопросы к Паше. Можете хейтить его, если он не вышел в среду. Можете писать ему гневные комментарии, типа Паша. Чтоб ты был счастлив. Красавчик, мы тебя обожаем. Важно, те, кто писал вопросы не по конкурсу, а чисто вопросы к этому выпуску, продублируйте их, пожалуйста, под нынешним видео, потому что мы обязательно в следующем подкасте на них ответим. Да, чуть-чуть не хватило у нас сегодня, чтобы пробежаться по этой вашей любимой рубрике. Так что следующее. Мы там отыграемся, и сразу за два выпуска. Вот. Так что с вами были я, он, он и Пашка. Спасибо, ребят. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok